Александр Бушков Воровской роман Сходняк Большая часть событий и все персонажи романа являются авторским вымыслом. Любые совпадения с реальными людьми и событиями — суть не более чем случайность. Почти нет таких поступков, признаваемых людьми, преступлением и грехом, которые государство не совершало бы когда-нибудь, утверждая за собой право их совершать. Кистяковский. Государство и личность. Часть первая. Платина и алюминий. Глава первая. Гостиница тюремного типа. 14 сентября 2000 года. 16.52 На первый взгляд это был обыкновенный гостиничный номер, одноместный, не из дешевых. Не президентского класса, конечно, однако далеко и не те апартаменты, кое несчастному командировочному в каком-нибудь провинциальном доме колхозника приходится делить на равных правах склопами, тараканами, ржавой водой из крана и серыми простынями на безбожно скрипучей кровати, продавленной телами многочисленных предшественников. Здесь все было чистенько, уютненько и пристойненько. Комнату метров тридцать квадратных в Олькове, накрытый цветастым покрывалом сексодром, прикроватная тумбочка с трогательной вазочкой, в которой леет одинокий тюльпанчик, настоящий непластмассовый ковролин. Телевизор Эрисон вещает приглушенно что-то там об увлекательной жизни обитателей моря и океанов, ослепительно белая ванна, а не какое-нибудь желтое корыто со скворчащим душем, даже мини-бар имеет место, предлагая откушать напитков всевозможной градусности и сладкости. Нормальный, одним словом, гостиничный номер, совсем как в иных отелях, стремящихся к европейскому уровню, ежели не считать некоторых мелочей, поначалу в глаза и не бросающихся. Во-первых, обязательный для таких номеров телефон отсутствовал, во-вторых, отсутствовала и ручка с внутренней стороны двери, да и не только ручка, но и замочная скважина. Дверь представляла собой идеально гладкую ДСПшную плиту без выпуклостей, отверстий и всяческих узоров, пригнанную к косяку столь плотно, что лезвие ножа не просунешь. И Алексей сам, не знаю почему, голову готов был прозакладывать, что ДСП — это же отделка, внешнее покрытие, бутафория, и что на самом деле такую дверь не прошибешь из гранатомета. Во-вторых, аналогичная ситуация была и с окном, огромным, почти во всю стену, идеально чистым, с видом на таежные сопки. Вот только, опять же, ни шпингалетов, ни ручек на нем не наблюдалось, и как его открыть было напрочь непонятно. Более того, легонько постучав по окну пальчиком, Алексей обнаружил еще две странности. На стук оно отзывалось отнюдь непривычным стеклянным звуком. Казалось, что стучишь по листу пластика, и потом стекло это вибрировало. Мелко, часто, бесшумно и почти незаметно, однако же, вибрировало. В-третьих, под самым потолком, в углу, над дверью, в номер, помещалась некая черная коробочка с мигающим красным огоньком, наводящая на мысль не столько о пожарной сигнализации или о датчике движения, сколько о миниатюрной телекамере, особенно если учесть, что оттуда, из-под потолка, вся комната просматривалась, как на ладони. Из чего следовал вполне логичный вывод. Помимо всего прочего, номер и жучками нашпигован не хуже, чем клопами те же самые апартаментики дома колхозника. А так, если на все странности эти внимания не обращать, то жить можно было вполне, если вспомнить те камеры-одиночки, где они провели последние две недели. — Как хорошо, что все мы и здесь сегодня собрались! — пробормотал Алексей, скрутил голову неприлично крошечной бутылочки Смирновской из мини-бара, винтом влил себе в рот, заживал яблочком из ваза на столе, показал средний палец в телекамере и завалился поперек сексодрома. — Фу, монами! — глядя в окно, поморщилась Маша. — Где ваши манеры? — Примерно там же, — беспечно ответствовал Алексей, хрустя яблоком. — Где манеры наших весьма гостеприимных хозяев? — Насколько я помню, задерживать подозреваемых без предъявления обвинения разрешено не более чем на семьдесят два часа, а мы-то торчим уже. Сколько мы тут торчим, кстати? — Двенадцать дней с копейками, — хмуро сказал Гриневский. — Ну, я очень не уверен, что мы находимся в гостях многоуважаемых слуг МВД с их семьей в десятью двумя часами. — Ну, это к бабке не ходи, — махнул рукой Алексей. — Ясно дело, что это не менты, и это хорошо. Однако ж, что еще больше хорошо, это не бандиты и не друзья нашего покойного уголовного друга Пугача. Согласны? Вопрос был чисто риторическим, и никто на него не ответил. Потому как в Ашхабаде молчаливые и сосредоточенные люди в штатском аккуратно и бесшумно погрузили их, минуя все и всяческие таможенные и паспортные контроли на борт самолета, всецело транспортного снаружи, а изнутри оборудованного исключительно под пассажирские перевозки. И за каких-то три часа курсом на северо-восток переправили куда-то обратно вместо Дой и Коты знакомые, таежные. По оборудованию недавно покинутых камер-одиночек и этой, с позволения сказать гостиницы, по одним этим вводным уже можно было сделать вывод, что оказались они в гостях у одной из контор, которые именно из в изобилии расплодившихся за последнее время понять сходу было трудно, но тот факт, что организация сия является насквозь государственной и достаточно могущественной, сомнению не подлежал. Без малого две недели с момента принудительной переправки в таежные места они провели раздельно, как уже говорилось, в одиночных камерах и абсолютно одинаковых условиях. Это выяснилось только теперь, когда всех троих наконец-таки собрали вместе в этом гостиничном номере, и они смогли обсудить пережитое. Там, в камерах, их не допрашивали, не били, не пытали, не кололи всяческими сыворотками правды, напротив. Камеры были хоть и крохотными, но опрятными, с пружинной кроватью, прикроватным столиком и чистым сортиром в закутке, да и кормили исправно и весьма сносно, не хуже, по крайней мере, чем в иных офицерских столовых. Однако это были, несомненно, камеры, а с другой стороны, не допрашивали и не били, и вот это последнее пугало больше всего. Раз в сутки по утрам после завтрака появлялась молчаливая и невзрачная барышня в серой форме, без знаков различия, с папочкой в холеной руке, и равнодушно предлагала письменно рассказать все, что с ними произошло с момента бунта на зоне под Пармой, как можно детальнее и подробнее. Каждый день после завтрака блин появлялась и предлагала каждый день. Причем, что раздражало больше всего, всякий раз принадлежности для письма оказывались разными. Сегодня, скажем, это был остроточенный карандаш из стопка пищи и бумаги, завтра дорогой блокнот и китайский паркер, послезавтра синий фломастер и лист ватмана калибра А2, и ни разу сии принадлежности не повторялись. А описывать приходилось одно и то же, каждый раз одно и то же, но не издевательствовали. На пятый день заточение картаж взбунтовался. В ответ на бесстрастную просьбу приступить к очередным мемуарам, он аккуратнейшим образом отодвинул в сторону одноразовую шариковую ручку Вик и бледнозеленую советскую еще тетрадку в клеточку с изображением товарища Пушкина на обложке. Скрестил руки на груди и ласково сообщил, что отказывается заниматься всяческой ерундой до тех самых пор, пока ему не предоставят официального обвинения, а также свидания с товарищами по онному обвинению или хотя бы сведений об их товарищах в судьбе. На это барышня пожала плечами, молча забрала ручку и тетрадку и вышла из камеры. А некоторое время спустя картаж обнаружил, что сортир заперт, причем вроде как изнутри. Алексей крепил с часика три, отказался от обеда, потом не выдержал, и, скрепя зубами от бессилия и унижения, напустил лужу в углу двери. Что ничего не изменило, кроме, разумеется, камерной атмосферы. Как говорится, а запах! Ужин барышни принесла вовремя, на этот раз, правда, в сопровождении команды поддержки. Группы немногословных шкафов в камуфляже, кои достаточно вежливо, но настойчиво воспрепятствовали карташу размазать ужин по барышневой мордашке. В результате ужин оказался на полу, а карташ в пантовой ситуации — ни пожрать, ни пос... И что характерно, никаких репрессий за этим не последовало. Ему ясно дали понять, не хочешь изливать правду в отчетах, не надо, но и ничего большего изливать из себя не смей, равно-ка извергать. Это уж не настораживало, это уж не пугало, это просто бесило. На следующее утро Алексей сдался и беспрекословно принялся в очередной раз расписывать их приключения перьевой ручкой на кривовыдранных листах из детского альбома для рисования. Пока безмолвные хлопцы деловито подтирали лужу, а невзрачная коза в сером расставляла перед ним завтрак, два горячих бутерброда с ветчиной, сыром и майонезом, чашка растворимого кофе, взбитые сливки с джемом. Он сосредоточенно грыз колпачок ручки и раздумывал над содержанием очередного отчета. А в чем еще можно отчитываться-то? Какой раз подряд? В том, как Алексей Карташ, Петр Гриневский по кличке Таксист и Маша Топтунова оказались владельцами двух ящиков платины, добытой саму, что ни на есть незаконнейшим образом, ящиков, на которые положили глаз ФСБ и Уркаганая во главе с авторитетом Бугачем. Как Алексей, Маша и Гриневский увезли эту платину в Туркмению, чтобы перепродать ее и на вручные бабки умотать в теплые края. В том, как вместо этого невольно оказались замешанными в возне вокруг покушения на неязово, и, что характерно, спас лидки бессменного президента Туркменистана. И это все только для того, чтобы в результате очутиться в застенках непонятно чьего гестапо. Так всю их одиссию он же описывал четырежды. Но больше всего круташа нервировала неопределенность, где они, в чьих лапах оказались, что с Машей и таксистом, и, в конце концов, что их всех ждет. Что их всех ждет, выяснилось чуть менее, чем через две недели, когда всех троих, наконец-таки, собрали вместе, вместе, которое один в один напоминало бы гостиничный номер, если б не несколько мелочей, вроде отсутствия ручки на двери. В телевизоре в это время тупоглазая белая акула с остервенением терзала кусок мяса, источающего облачка розовой крови. Вокруг меланхолично плавали аквалангисты и фотографировали акулу с разных ракурсов, на память должно быть. — Раз, раз, раз проверк. Как слышать, товарищ майор? — громко сказал Алексей и подмигнул телекамере в углу над дверью. Повернулся к своим и уже серьезно спросил. — Итак, господа аферисты, ваши соображения по поводу? — Полагаю, следствие по нашему делу закончено, — подал голос таксист, развалясь в кресле перед телевизором. — Уж коли мы здесь вместе, да еще и в одноместном номере. Стало быть, они уже проверили все наши отчеты и сделали оргвыводы. И очень скоро огласят приговор. — Угу, расстрелять в ближайшем подвале и похоронить в общей могиле, — кивнул Алексей. — А что, запросто? — спокойно, — сказал Гриневский. — Пулю в затылок можно схлопотать и заменьше. Стойте-ка. Он дотянулся до пульта, сделал телевизор погромче. Дикая природа уступила место смазливой дикторше известей, которая траторила бодренько, вооруженных столкновением между бандитскими группировками, имевших место в других районах Шантарска и также повлекших за собой человеческие жертвы. Как сообщила нашему корреспонденту Дарья Шевчук, старший... — Беспредел, — сказал Гриневский. — Опять одно и то же. И переключил канал. По другой программе хулиганский кот Том азартно гонял по дому мышь по имени Джейри, крушав все на своем пути. Простая бытовуха, одним словом. — Гриневский убавил звук. — А не Язов? — тихо спросила Маша. — Ведь если б не мы, он б уж давно того беседовал со своим Аллахом, а наш с туркменом Баши, насколько я понимаю, пока дружит, это нам никак не зачитывается. — Вот как раз это может словить не одну маслину в затылок, а парочку, чтобы уж наверняка... — вздохнул таксист. — Это точно, — сказал Карташ. — Мы, душа моя, как это неунизительно звучит, оказались пешками в каких-то политических игрищах, нас успешно разыграли, и теперь можно смело убрать с доски. Потому как интереса мы были ни для одной, и сторон не представляем. Зато можем ляпнуть что-нибудь не то, кому-нибудь не тому. — Удивительно. — Верно подмечено, — раздалось страны дверь. А кроме того, уже официально объявлено, что спасение Ниязова есть целиком и полностью заслуга Туркменского комитета национальной безопасности, и никакие посторонние личности в операции участия не принимали. Они обернулись. В какой момент? Непонятно, но входная дверь уже была открыта, причем совершенно бесшумно. А на пороге, прислонившись к косяку, стоял высоченный, престарелый дядька, избрезгливо заинтересованным видом, как обычно смотрят на различных гадов, копошащихся в террариуме, разглядывал троицу. Дядька был громаден, белокур и голубоглаз, как викинг, и чем-то неуловимо напоминал убитого на прииске ФСБшника Гену. И, несмотря на то, что облачен он был в безупречно вычищенную, отглаженную серую цивильную пару, чувствовалось, ну вот чувствовалось в нем белая офицерская кость, генеральская, как минимум. И картаж с таксистом непроизвольно вскочили, чуть не во фрунт. Алексей почувствовал неприятный холодок под ложечки. Это явственно был непростой опер, или, скажем, следак из прокуратуры. Это была рыбка покрупнее, белая акула, не меньше, совсем как давишня из телевизора, но в отличие от той, со взглядом умным и пронизывающим насквозь, от которого не то что мороз по коже, а возникает приамки непреодолимое желание свернуться калачиком и накрыться одеялом с головой. — Стало быть, не было вас на площади, агус хана? — Не было, и все? — развел он руками. — А вот и оглашение приговора, — пропромотал Гриневский. Дядька шагнул в комнату, рывком отодвинул стул от стола, сел по-хозяйски, поддернув брюки, бросил на столешницу кожаную папку. Сказал, устало, ни на кого не глядя. — Садитесь, соколы, садитесь, не в суде. Разговор у нас недолгий, но лучше мы будем беседовать сидя, как свои. — Барышня, миль, пардон, но вы тоже извольте-ка присесть. Не люблю, понимаете ли, когда над душой стоят, тем более дама. Разместились. Карташ и Маша сели на постель, Гриневский опустился обратно в кресло перед телевизором. Маша взяла Алексея за руку, крепко сжала, пальцы ее были холодными. Меж тем викинг распахнул папку и вперился в верхний лист с таким вниманием, будто видел материалы впервые. Несколько секунд не происходило ничего. Даже казалось, что слышно, как мелко дрожит оконное стекло. Все молчали. Наконец дядька проговорил. Итак, что мы имеем? Алексей Карташ, 33 года. Старший лейтенант внутренних войск. Последнее место службы исправительно-трудового учреждения номер... Числица пропавшим без вести с 27 июля сего года. Заключенный Петр Гриневский, 36 лет, погоняла. Таксист. Последнее место отсидки все та же исправительная команда. Номер... Находится в розыске с 27 июля сего года. И Мария Топтунова, дочь начальника исправительно-трудового учреждения, опять же номер... Числица пропавшей без вести с 27 июля сего года. И два ящика платины с нелегального прииска, кои и означенные пропавшие тайком вывезли за пределы Российской Федерации. Он со злостью папку захлопнул, раздраженно отодвинул от себя и обвел присутствующих колючим взглядом водянистых глаз. — Ну что, графы Монте-Кристо, Остапы Бендера, хреновы, искатели золота инков, доигрались? — сквозь зубы спросил он. — Допрыгались сочки дети. Деньжат по-легкому срубить захотелось, да? — Простите, а с кем, собственно, имеем честь? — архивежливо поинтересовался Карташ. — Не имеешь чести! — взорвался викинг. — Ни хрена у тебя чести нет, сопляк! — Ты хоть понимаешь, старлей, во что вы ввязались? — Понимаешь, сколько статей и законов нарушили? Международных законов, между прочим, твою мать! — Что с отцом? — глухо спросила Маша. — Мертв ваш отец! — сбавил обороты блондин. — Погиб. — Еще вопросы? — Про адвоката и два телефонных звонка, думаю, спрашивать не имеет смысла, — буркнул Карташ, и был, ясно дело, проигнорирован. Том в телевизоре перестал гонять за мышонком, начались очередные новости. — Вопросы есть, начальник, — подал голос Гриневский. — Где мы находимся, что с моей женой, что с Данготаром, что с Жумагуль? — А что ждет лично вас, тебя не интересует? — Викинг не спеша выбрал из вазы грушу, фруктовым ножичком располовинил ее, сочно надкусил. — Потому как делов вы натворили выше крыши. — Вот, пугать только не надо, — перебила Маша. Голос ее дрожал, то ли от злобы, то ли от страха. Если б не мы, до Платиновы бы так никогда и не добрались. А в Туркмении уже началась бы гражданская война. — Действительно, начальник, — поморщился Гриневский, — давай-ка без этой лирики. Чего тебе от нас надо? — Коль мы насквозь виноваты, то оформляй дело и вызывай конвой. А коли не торопишься, значит, мы зачем-то нужны. — А, жить хочется. Компромиссов ищите. Белобрысый черт докушал грушу, вытер руки салфеткой. — Что ж, хотите без лирики, будет вам без лирики. Согласился он, неторопливо выудил из папки чистый лист бумаги, положил перед собой. — Ну, Тис, что мы имеем на одной, так сказать, чаше весов? — Вооруженное нападение. Кража госимущества, незаявление о преступлении, несколько убийств, использование летательного аппарата без лицензии и прочих соответствующих документов, незаконное проникновение на территорию иностранного государства, недонесение о готовящемся преступлении, плюс еще куча подобных мелочей за такие дела, знаете ли, Бонни и Клайд, короче, повесились бы от зависти. — Анашинский, продолжая аналогию коллеги ихних фбр-овцев и прочих копов, сейчас прям кисленой исходит от желания вцепиться вам в глотки. И я со своей стороны не вижу никаких оснований для того, чтобы им в этом желании воспрепятствовать. Я свою работу выполнил, вас нашел и доставил обратно. Теперь пусть другие разбираются. В общем, — он вздохнул, — приключение закончилось, товарищи авантюристы. Завтра, если все будет хорошо, вы, должным образом, упакованы и отправитесь прямиком в ласковые объятия товарища Бортко. Слыхали о таком? И нехай он сам решает, под расстрельные к нему в медвежьи лапки попались преступнички, или всего лишь пожизненные, потому к мне, вы, признаться ж, порядком, надоели. Повисла тяжелая пауза. — А если завтра не все будет хорошо? — наконец спросил Гриневский. — И, кстати, что у нас лежит на второй чаше весов? — добавил Карташ. — На второй. — усмехнулся викинг, перевернул чистый лист другой, не менее чистой стороной, и внимательно на него посмотрел. А потом сказал голосом оракула. — Зрю я. Воистину на второй чаше видится мне некоторая альтернатива для вас. Правда, туманненькая, призрачная, я бы сказал. А арестованный Карташ Алексей Свет Аркадьевич был абсолютно прав. Вы, ребята, оказались всего лишь пешками в игре больших дяденек. Пешками, скажу откровенно, продвинувшимися вперед весьма изрядно. Однако, к сожалению для вас, до восьмой горизонталь так и не дошедшими. Ладно, гражданин Гриневский просил без лирики, так что отвечаю на его вопросы. С Данготаром Махмудовым кличка «Поджигай порядок». После известных событий Махмудова, насколько я в курсе, взяли в личную охрану президента Ниязова. По приказу самого Сапармурата. В чужом тайпе ему, конечно, придется не сладко. Но это поначалу. Потом, с его способностями и связями, он, разумеется, отвоевывает себе местечко. Что-то мы еще хотели знать. Ах, да. Мы находимся в пятидесяти километрах от Байкальска, в одном уютном местечке, не указанном ни на одной карте, на которой нет грифа «Государственная тайна». Улавливаете? Такие вот дела. Он встал, резко отодвинув стул, подошел к окну. Теперь, что касается вашей троицы, и вот тут я весь полон сомнений. Вы для меня сплошная головная боль. Как поет один излишне политизированный рок-хрипун, что же делать с платиной и с вами? Честно скажу, я бы с превеликим удовольствием отдал вас на растерзание МВДшникам. Но, с другой стороны, глядячи без вашего участия, вольного или невольного, платина ушла бы так далеко, что в конце концов и концов не найти. Тут барышня абсолютно права, что заставляет задуматься. А во-вторых, во-вторых, президент Неязов, ознакомившись с материалами следствия, лично просил Москвой снисхождение к трем и идиотам, которые выстроили заварушку на площади Огус-хана в Ашхабаде. И в подтверждение просьбы он вернулся к столу, достал из папки лист мелованной бумаги, жутко официального вида, брезгливо толкнул через стол к карташу. Указ президента Туркменистана, прочитал Алексей, о награждении граждан России А.А. Карташа П.И. Гриневского и М.А. Топтуновой орденом президента Туркменистана Сабармурат Туркменбаши «За особые заслуги перед нейтральным государством Туркменистана и восплоченным народом наградить граждан России А.А. Карташа П.И. Гриневского и М.А. Топтуновой орденом президента Туркменистана». Президент Туркменистана Сабармурат Туркменбаши «Подпись, дата». И все. Карташ перечитал еще раз, помотал головой, передал листок остальным. «Вот такая вот фигня, соколы мои орденоносные!» вздохнул Викинг. «Ноу комманс, как говорится». И... Осторожно поинтересовался Гриневский. Викинг уселся за стол, сцепил пальцы в замок. «И? Предлагаю я вам послужить Родине еще раз. Поставить точку в этом деле. Завтра в Москву я отправляю литерный поезд с этой долбанной платиной. Вы отправитесь с ним под конвоем. Сдадите ящики, пусть в столице решают, как с вами быть. Но обещаю, то, что вы помогли моей структуре, вам зачтется. Будет официальное расследование, но ничего страшного, обычная бюрократия. Я замолвил за вас словечко. Ясно?» «Не очень», медленно проговорила Маша. «То есть мы сами повезем платину? Ага. Вы ее нашли, отбили у уголовников, вы ее и доставите по назначению. По-моему, логично». «А какие гарантии, что ваши московские коллеги не упекут нас по полной программе?» спросил Гриневский. «Господь с вами!» «Какие гарантии?» «Никакие гарантии, кроме слова офицера». «Покойный Гена Голованов выполнял мой приказ. Операция по поиску рудника с самого начала была под моим контролем. Стало быть, вы оказали услугу лично мне, а я умею быть благодарным. Максимум, через две недели будете свободны, как ветер, включая гражданина Гриневского, с ксивами и даже кое-какими деньгами». Карташ и Гриневский переглянулись. «А что, у вас есть другие предложения?» «Ласково», спросил Викинг, «могу вернуться к первому варианту и передать вас товарищу Бортко расплюнуть, только скажите». «Не надо, Бортко», решил за всех таксист. «Едем на паровозе, начальник». «И на период с 21 по 25 сентября эти улицы будут закрыты для движения», в наступившей тишине, сказала очередная дикторша из телевизора. «Как нам стало известно, это связано с возобновившими со строительными работами на ветке метрополитена, которая должна соединить левый и правый берега Шантары». Глава 2. «Постой, паровоз». «Пятнадцатый сентября две тысячи... года десять-тринадцать». «Существует ли в действительности река Потудай?» Или это плод писательской фантазии? Вопрос из радиовикторины занимал сейчас Карташа Боли и всего остального. Вопрос залетел в ухо, когда приемник ненадолго сделали чуть громче, и теперь река Потудай не давала уму покоя. В уме она выходила из берегов после многодневных ливневых дождей, разливалась в половоде, рыб-колхозы добывали из нее бьющуюся в сетях рыбу, из ржавых труб в нее обрушивались вонючие химикалии, эту хитрую реку перегораживали плотинами, заставляя ее разливаться и затапливать деревни, и только шпили церквей торчали над Потудай. Потому что, когда перестаешь думать о реке Потудай, тут же начинаешь думать о делах наших скорбных, и тогда совсем закиснешь. Таким ли он, Алексей Карташ, мыслил свое возвращение в родные пенаты, или, говоря понятнее, на хаузе? Будем честны перед собой. Карташ вовсе и не мыслил себе никакого возвращения. Как-то не рисовала фантазия езду домой, а рисовала она все больше шик и блеск иноземных отелей, собственные бассейны на собственных виллах, купленные на честно украденную платину, катера и яхты, бентли и феррари, а также горнолыжные спуски в доломитовых Альпах у теху беззаботно веселящихся буржуев. Но вместо доломитовых Альп и урчания феррариевского мотора придется, похоже, очень и очень долго хлебать баланду, нюхать кирзу и смотреть на небо сквозь решеточку. А из потенциального богатяя придется переквалифицироваться в реальные нищие. Ну вот, не верил он отчего-то белокурому викингу, ни на грош не верил, что тот замолвил за них словечко перед москвичами. Зачем ему? Уж и думать, небось, забыл о троих искателях приключений на собственные задницы. Верьте дырку под орден. Но не поспоришь же с конторой. Ладно, хоть несколько недель побыл миллионером или даже миллиардером. За всеми делами и заботами так и не перемножили они 639 УЕ, то есть стоимость одной унции платины, на вес драк металла, который таскали за собой в зеленых армейских ящиках. Так до сих пор и неизвестно, чего лишились. А может, даже оно и к лучшему, что неизвестно. Карташ вслушался в бурматане вертухайского приемника на волне Шантарск, 101,4 фм. Там как раз заглохли визы очередной попсятины, и ведущий, вспомнив о викторине, стал принимать звонки радиослушателей. Но правильного ответа про Патудай никто пока не давал. Приз оставался неразыгранным. Возможно, Карташу так не суждено дождаться правильного ответа. Как он понимал, ехать им предстоит от сил несколько часов. Вагон им под путешествие против ожиданий предоставили простой, без всякой хитрой начинки, вроде камер скрытого наружного наблюдения, вмонтированных в стены теплушки мониторов, спутниковых антенн и прочих удумок, коих вполне можно было ожидать от ведомства. Ничегошеньки даже отдаленно похожего не наблюдалось. Не считать же право хитрой начинкой решетчатую загородку для перевозимых заключенных, холодную сейчас печку-буржуйку, стол с лавками из грубых досок да слегка помятый контейнер в углу, где, как полагал, Карташ помещается нечто вроде биотуалета. Вот только убедиться в последнем не суждено. Вряд ли поведут их на оправку, даже если очень приспичат. Прапорщик буркнет в ответ на просьбу что-нибудь вроде «невелено, поприбытии!» «А для чего вас перед отъездом водили?» «И, беснойся, тряси решетку, осыпай проклятиями, все бесполезно». «Если и добьешься чего-то успокоительного по почкам или усыпляющего ребром ладони по шее». В чем можно и сомневаться в том, что солдаты у белобрысого викинга выучены исполнять приказы начальства, и если начальством приказано никуда не выпущать, то даже женскому полу скидок не последует. Вот так и предстоит ехать из пункта А до столичного пункта Б трем неудачливым авантюристом с двумя ящичками платины, тремя караульными солдатами и одним прапорщиком. А со стороны глядя, например, выйдя из лесу или из окна придорожного строения, в составе рядового товарного поезда катит по просторам приобычнейшие сведо-теплушка. Посторонний глаз пройдется, по ней не задержится, тем более, что обе двери наглухо закрыты на щеколду, щеколд, небось, прикручены для пущей надежности снаружи проволокой, а то не исключено и вовсе замкнуто на замок. И то ли товары в той теплушке везут, то ли скотину какую, то ли вовсе порожняк гонит, поди, догадайся со стороны. По всем сопроводительным документам, полагал Карташ, вагон перегоняют к порожним, чтобы ни одна любопытная тварь вагончиком не заинтересовалась. Сутки назад трех пленников завели в вагон, где уже стояли в углу, прижимаясь друг к другу деревянными боками многострадальные ящики с платины, уже подбитые деревянными колодками, чтобы вдруг не заходила, загуляла тяжесть по вагону. В этот судьбоносный момент сами собой придумались два афоризма. Все мы вышли из теплушки, в теплушку же и войдем. Дважды не ступить в одну и ту же теплушку, записывать их, а произносить вслух, карташ не стал. Пленников, за что они, наверное, имеют все основания благодарить, белокурую сволочь, не связали, ни к чему не приковали, а ограничились наручниками. И вот с этих самых пор пленники уж не могли видеть, что происходит снаружи, зато слушать могли, сколько влезет. Они слушали и слышали, как вагон взял на буксир маневровый локомотив, как громыхали, выпуская сцепку в штатский мир металлические ворота, затеянные в сопках секретной части. Потом некоторое время ехали в абсолютной тишине, иначе по лесу, а потом нахлынули шумы, свойственные любой железнодорожной станции. Гудки, лязка и скрежет, грохот проносящих составов, перебранки по громкой связи. Их вагон сразу же прицепили к какому-то попутному грузовому составу, и этот состав без малейшей задержки был отправлен по назначению. И шли они по сибирской железке хорошо, скоро, без длительных остановок. Карташ не мог со стопроцентной уверенностью утверждать, что караулом или, правильно сказать, конвоем командует именно прапорщик, а не капитан или майор. По возрасту он мог быть даже полковником, правда, это же как надо полковнику проштрафиться, чтобы его отправили со столь малопочтенной миссии, как Вертухайская. А что физиономия у старшего караула чересчур простецкая и хитрая, типично прапорщицкая, нутк, и поручение цвикинга по фамилии Кацуба вылитый учитель физкультуры из глухой провинции, а не боец невидимого фронта. Одет старший караулок в амуфляж без знаков различия, который теоретически может носить хоть генералиссимус. Тогда почему же все-таки прапорщик? Потому что солдаты обращаются к своему командиру старшина, а так в армии принято обращаться именно к прапорщикам и никому другому. Хотя, конечно, в ведомстве наверняка хитрят на каждом шагу. Надо это или не надо, разводят необъяснимую таинственность на пустом месте. Полковника запросто выдадут за сержанта, а лейтенанта за старшего да и сам викинг поди разбери кто он по званию на самом-то деле то ли генерал то ли полкаш. Не в первый раз Карташ услышал тепловозный гудок. Чтобы занять мозги, как занимал речкой Потудай, Алексей прикинул расстояние до локомотива. Ну, что тут можно сказать? Разделяет их примерно вагонов восемь. Если состав стандартной длины, то их теплушка располагается аккурат в середине состава. И что это тебе дает? Сам себя спросил Карташ. И сам же себе ответил да ни хрена не дает. А на этот раз гудок вышел протяженнее прежних. Словно машинист с каждой секундой все более раздражаясь, настойчиво сгонял с рельсов неожиданную помеху, вроде выскочившего на путь и ошалевшего лося или бредущего по шпалам глуховатого грибника. И сие обстоятельства Карташана строжила. Когда на пути внезапно оказываются глуховатые грибники, равно как менее экзотические помехи, это знаете ли, Алексей сбросил ноги с лавки на пол. И чего тебе дергаться? Продолжал разговор с самим собой. Тут есть кому дергаться, окромя тебя, тому, кому зарплату за это платят. Вон таксист ни о чем не волнуется, воткнул харю в ладони и медитирует себе. Вон марш сидит, закрыв глаза, сложив руки на груди. Слову не произнесла с самой посадки. Вот это и сиди, бывший старлей Карташ, как примерный и правильный зэк. Кем ты сейчас, собственно говоря, и являешься? Алексей кинул взгляд на прапорщика. Ага, тот тоже насторожился, подобрался, скучающее выражение с рожей стерлось, извеловато-простецкой рожей сделалось резкой, очерченной, в ней явственно прорезались волчьи черты. Если он и в самом деле прапор, то ежу, понятно, не из вороватой складской или продовольственной братьи. Да и солдатики, судя по тому, как они уловили перемену в настроении командира и тоже подобрались, имеют за плечами неплохую выучку. Гудок не умолкал. Даже Гриневский встрепенулся, оторвал лицо от ладоней, поднял голову, недоуменно взглянул на клаташа. А прапор выключил карманный приемник. Как раз в тот момент выключил, когда ведущий сказал, что «Так и быть, вот вам правильный ответ про речку потудай, раз слушатели все такие тупые». И тут гудок стих. Снова ничто не мешало слушать перестук колес. Снова поезд летел на северо-восток, и машинист не видел причин оглашать окрестности воплями паровозного ревуна. Видимо, грибники вернулись в леса, а коровы убрались с путей на пастбище, короче, все, кажись, нормализовалось. Тревога должна отпустить, тем паче, что карташ увидел, как успокоился старший караул. Но вместо этого Алексей отчего-то испытал еще большую тревогу. Чутье не желало успокаиваться, чутье прям-таки вопило об опасности, словно унюхало ее сквозь вагонные доски. И, похоже, только он один о чем-то беспокоился. Рука старшего караула уже потянулась к приемнику, чтобы восстановить звучание радиостанции Шантарск 101,4 ФМ, а почему бы, собственно, не позволить солдатикам маленькую вольность музыку послушать, чем навредит? А тревога, блин, не оставляла. Да, непонятка, все-таки что-то до крайности неправильное было в этой истории с гудком. Вот так что, и более чем неправильное, опасное. Однако, что, скажите, на милость в своем нынешнем положении он может сделать, разве что поделиться опасениями со старшим караула? «Ага, конечно, так он и станет тебя слушать. Эй!» все-таки позвал Алексей. «Охрана!» «Отставить беседы!» Заучно рявкнул прапор. «Не то!» Карташа швырнула спиной на стену, приложила затылком о доске. Оглушительным скрежетом заложила уши. Алексей, валя со скамьи на пол, взглядом сумел ухватить и сфотить, как летит с лавки, раскинув руки один из солдатиков. Как сбитый солдатиком с лавки грохает сопол калашник и катится по полу термос, из горлышка которого плещет чай, как прапор, умело падая на бок, успевает схватить за ножку стола, чтобы не впечатало в стену. Что-то долгое омерзительно трещало над головой, будто гнут на излом толстую прочную и все никак не могут сломать. Началось твое маму. Какое-то время после резкого торможения состав продолжал двигаться по инерции. Алексей, оказавшись на полу, перевернулся на спину, вытянул руки и вцепился в лавку, наручники больно врезали в запястье. В глазах после удара затылком об стену плавали радужные круги, накатила волна тошноты. И эта дурнота помешало ему разглядеть, что за темный огромный предмет несется сквозь вагон в их сторону, хотя какое к черту помешало, ящик от с платиной сорвало скрепление. Пусть и готовили вагон к отправке в серьезном ведомстве, но занимались этим все те же срочники, лишнюю колодку лень поставить, лишние гвозди лень прибить, деск, чего стараться, куда оно денется, но едет, как милы, не на американских же горках граждане будут кататься. А вот что вышло, вышло, пожалуй, покруче тех горок, и тяжеленный ящик отправился в свободное скольжение, во фристайл, бляхомуха. Потом поезд окончательно встал, последним толчком руки карташа все-таки оторвало от лавки, и напоследок старшего лейтенанта еще разок хорошенько вмазало в стену вагона. Этой же последней агонической судорогой состава платиновый ящик бросил на решетку, огораживающую арестантский закуток. При этом две мысли одновременно вспыхнули в мозгу карташа. Ящик разлетится в щепы и вдруг им вышибет решетку. Сразу представилось как рассыпается платина, как по вагону катятся маленькие тусклые серые комки, столь мало напоминающие классическое сокровище. Однако гребаный ящик выдержал испытание решеткой, хрустнул, вздрогнул и не развалился, все-таки умеют еще делать для армии. Решетка тоже устояла. И наступило затишье. В результате всех этих передряг вагон слегка накренило. Видимо, передняя колесная пара скачила с рельсов. Кто-то может сказать, ну и плевать, могло быть значительно хуже еще, легко отделались. Однако у старлея карташа на этот счет имелось особое мнение. И заключалось оно в следующем. Отделались ровно тем, чем и должны были отделаться по замыслу неких теоретиков. Вот разве что сорвавшийся и загулявший сам к себе платиновый ящик в планы теоретиков ходить никак не мог. Карташ поднялся с пола, ощущая в голове гудение, какое бывает наутро после вчерашнего, оглядел теплушку, а в первую очередь посмотрел, как там Маша. Машка сидела на полу, живая и невредимая, и хохотала. Ясный хрен, бабья истерика, чего ж еще. Прапорщик же, стоя на широко расставленных ногах, в правой руке сжимая Макаров, левый выдирал из бокового кармана камуфляжной куртки рацию, солдаты поднимались, подбирали оружие, потирали ушибленные места. Шмякнулся об пол, карманный приемник товарища прапорщика. Невезение электроники! На глазах Карташа усугубил солдатский сапог со смачным хрустом додавившей вещицу. Пойди, на роду написано, не узнать Карташу сегодня про потудай. Ну, и что это было, начальник? Подошел прихрам Моегреневский. По-моему, таксист, нас сейчас будут грабить, как в лучших традициях фильмов про ковбоев и почтовые дилижансы, сказал Карташ. Хотя, конечно, я человек, а значит, могу и ошибаться. Все еще могло оказаться случайным совпадением. Но Алексею в истории виделось так. Машинист углядел на пути о каких-то людей, тот же дал предупредительный гудок, а поскольку люди на сигнал не реагировали, гудок затянулся надолго. Видимо, некие постановщики сознательно обращали внимание машиниста на определенное место, чтобы тот был готов к экстренному торможению. В планы неизвестных тактиков никак не входила серьезная катастрофа, ведь при слишком резком торможении поезд мог капитально сойти с рельсов, вагоны могли перевернуться, скатиться по насыпи, а цистерны с горюче-смазочными веществами при этом еще имеют обыкновение взрываться. Заложенный заряд разметал рельсы по пути следования поезда, машинист вовремя затормозил, остановился аккурат перед поврежденным участком. Зачем, спрашивается, нужны такие сложности? Да так для того нужны, чтобы притаившиеся в засаде хлопцы смогли бы из засады выскочить и быстренько добраться до цели, и крайне сомнительно, что охота затеяна на иную дичь, что среди вагонов товарного поезда имеется более лакомый кусок, чем два ящика с платиной. Глава третья Там, где течет потудай 15 сентября 2000 года 1526 Похоже, точно так же полагал и старший караула. Сейчас он, втопив кнопку на рации, сыпал в эфир кодовыми фразами «Ситуация 17 бис! Повторяю, ситуация 17 бис! Акрил просит салют! Повторяю, Акрил просит салют! Эй, начальник!» Зарал Гриневский «Открывай нахрен! Хочешь, чтобы нас всех, как курей, здесь почикали!» На призывы таксиста прапор внимания не обратил. «И не обратит!» понял Алексей. «Он-то уверен, что это наши дружки нагрянули!» Закончив с рацией, прапор уже отдавал распоряжение подчиненным. «Любая попытка сдвинуть дверь считается нападением, а огонь открывать без предпреждения, бить на поражение!» Пока правда было тихо. Никто двери не отодвигал, подозрительных звуков снаружи не доносился. Старший караулы наверняка знал, как можно изнутри открыть дверь теплушки, которая вроде бы наглухо заперта снаружи. Ясно, что такая возможность предусмотрена на всякий пожарный случай, в том числе и на случай пожара реального, типа под дверную щеколду заложен заряд, который приводится в действие радиосигналом и который снесет запор к чертовой матери назрей в том необходимости. Но делать этого прапора, разумеется, не станет. Зачем самим открывать доступ противнику и подставляться под выстрелы? Гораздо разумнее в создавшемся положении выжидать до последнего момента. Агреневский никак не желал мириться с положением. Открывай, начальник! Слышь, старшой, швырни хотя бы ключи от браслетов! Карташ подсел к Маше, там же справилась с истерикой, пришла в себя. Да, похоже, влепли, сказал Алексей. Похоже, с нами по-другому и не бывает. Она нервно хохотнула. Булавка есть? Хочешь наручники снять? Попробуем. Если бравые казаки-разбойники в курсе того, на чей караул нарвались и, чтобы быть, врубаются, какой отпор им дадут, то нас, заваруха, ждет серьезное или все-таки случайность в этом мире существует и с составом действительно приключилась заурядная железнодорожная неприятность. Булавки нет, есть иголка. Давай. Послышалось ему или показалось, как шуршит щебень подчимит ногами. Впрочем, если и шуршит, то это, может быть, кто-то из тепловозной бригады, бегущей вдоль состава. Алексей обернулся, чтобы посмотреть на реакцию старшего караула. И в этот самый момент случилось. Нет, дверь теплушки не отъехала в сторону и не разлетелась в щепы, дверь вздрогнула, будто в нее шарахнули тараном, донеслись приглушенные, похоже на петардные разрывы, и в обрамлении белого дыма внутри вагона ввалился квадратный кусок двери. Кумулятивные заряды малой мощности отстучало у круташа в мозгу, скорее всего, пластит, и как аккуратненько сработали уроды. Огонь! Это зарал прапорщик, вскидывая макаров. Черт ее знает! Почему Алексей закрыл глаза за мгновение до первой вспышки? Иначе в очередной раз сработало чутье. Не раз картаж пытался выяснить для себя, что есть на самом деле это пресловутое чутье. Возможности разума ограничены, за считанные мгновения рассудок не в состоянии адекватно оценить ситуацию, не в состоянии просчитать огромное количество вариантов и выбрать единственно верный. Но успевает интуиция. Это потом. За одним числом понимаешь, почему вдруг рефлексы сработали именно так, а не иначе. Вот, например, сейчас скрупулезнейшая спланированная, тщательно выверенная операция, о чем нетрудно догадаться по ее началу, где нападавшая сторона вряд ли испытывает недостаток в техническом оснащении и явно имеет представление о приеме, который их ожидает в вагоне, о приеме, который грозит перерасти в непредсказуемый затяжной бой, и как в таком случае действовать нападающей стране, чтобы самим избежать потерь и не застрять у вагона до тех пор, пока к обороняющимся не подоспеет подмога. Газ или шоковые гранаты? Вот такой просчет мог бы сделать разум, будь у него время, но времени не было, и разум бездействовал, передоверив работу интуиции. Этот чертов биокомпьютер справился. Да, надо каждый день хвалу возносить этому дару, совмещающему дарованной природой возможности и память ушедших предков холить его и лелеять. Нужно только научиться его включать, или, вернее, сказать, научиться не препятствовать его включению, и нюх вытащит из любых передряг. Короче, повинуясь безотчетному порыву, картаж зажмурил глаза за мгновение до того, как в вагон залетела первая световая граната. Впервые в жизни Алексей испытал на себе поражающее воздействие шоковых гранат, хотя испытал и не в полной мере. Однако вполне хватило и того, что он хватанул. Даже сквозь сомкнутые веки обожгла глаза невыносимой яркости вспышка, просочил стки сквозь тонкую кожу век, достав, казалось, до самого мозга. А что ж тогда творилось с остальными, которые глаза не прикрыли, если еще учесть, что полыхнуло в сумрачном помещении? Ничуть не играя, Алексей завалился на пол, ошарашенный, на миг потерявший контроль над собой, как бывает с боксерами, которые пропускают сильный акцентированный удар. Но все же Алексей не потерял сознание, думается, в отличие от всех остальных, кто был в вагоне, и падая, подумал, что было бы совсем здорово, и сомн вовремя повернулся вспышки спиной, но нельзя же требовать отчутья столь многого. Едва коснувшись пола, он услышал топот ног под доскам настила, команд типа «бери того, хватай этого, заходи, обыскивай», слышно не было. Нападавшие действовали молча, видимо, знали, что и как им делать, видимо, были хорошо проинструктированы. Зазвенели ключи, щелкнул отпираемый замок решетчатой изгородки. Алексей осторожно самую малость приоткрыл глаза и увидел фигуры, все в том же камуфляже, натянутые на лица шерстяные маски с прорезями для глаз. По вагону шарились примерно с десяток бойцов, вооруженных главным образом короткоствольными автоматами. Некоторые из них сейчас наклонились над распростертыми караульными. Алексей вновь закрыл глаза, потому что все равно уж ничего не мог разобрать из ручьями хлынувших слез. До поры до времени картаж почел за лучшее притвориться бревном, в случае чего, то есть возникнет действительно серьезная надобность в действии, эффект внезапности останется за ним. Хотя, конечно, дергаться надо, если уж совсем только припечет. Потому как безоружным с обраслеченными руками переть на взвод откормленных несомненно подготовленных бойцов, это даже не авантюра, это уж из серии голой пяткой против сабли или польского варианта конница против танков. Рядом заскрипели доски. Картаж опять приоткрыл глаза и увидел совсем близко от себя высокие шнурованные ботинки. Напрягся, хотели бы их уничтожить любой ценой. Не возились бы с шоковыми гранатами, забросали бы простыми. Но кто их разберет, этих незваных граждан? Может, им как раз позарез необходимо горло жертвам перерезать? Может, господами-налетчиками задумана инсценировка, для которой нужны лишь определенным образом убиенные жмуры? Если раздастся характерный звук, с которым нож выходит из ножен, подсечь ближайшего, вырвать автомат, ну и по крайней мере постараться захватить с собой волгалу побольше врагов. Убивать не стали. Карташа рывком подняли, усадили, придерживая, надели наглого плотный полотняный мешок, слегка припахивающий табаком, стянули горловину шнуром. Мешок это хорошо, подумал Карташ. Мешок это значит куда-то повезут, мешок это не для того, чтобы выволочь из вагона и расстрелять. И Алексей оказался прав. Из вагона выволокли, но не расстреляли, за место расстрела погрузили в грузовик. Карташ продолжал прикидываться беспомощным, поэтому его именно что погрузили. Одни подняли, другие приняли и втащили наверх, ухватив за шкирятник, волоком протащили по доскам кузова и оставили лежать на груди ветоши переднего борта. Судя по размерам кузова и по мощному тарахтению движка, Карташ оказался в армейском бэмсе или в чем-то аналогичном, а совсем рядом тарахтел еще один грузовик. Карташ вдруг услышал голос Гриневского. Таксист, очухавшись и обнаружив на голове мешок, видимо, взвился, задергался в чужих захватах, уперся, не давая себя тащить, и почем зря поливал принятелей. Суки, козлы вонючие, пидоры гнойные, петушня долбанная, легается гад. За чистоколом этих криков Карташ удалось расслышать чеканную команду, укол ему быстро. И спустя несколько мгновений крики таксиста стихли. Эти незвано нагрянувшие ребятки явно не намерены были добиваться своего уговора медаласками, а также попусту терять время. Да и подготовились они к операции основательно, что невольно вызывало уважение к организации, кою они представляли, будь то истинные хозяева прииска, оргпреступность, конкуренты викинга, а еще какая сила. Но всяко это не коллеги, перекинувшись с пугача. Не та, понимаете ли, высота полета у уголков, не тот эшелон, как говорят летчики, но не стали бы угловые кумулятив применять и спецукольчики делать, хотя по нынешним временам всяко бывает. А потом Карташ вновь услышал все тот же голос, что допреждавал команду на укол. Сейчас этот голос увещевал, и нетрудно было догадаться кого именно, не своих же подчиненных, не караульных же, а, стал он тратить на них время, значит, пришла в себя и Машка, а, подтверждением тому стал Машин голос. Правда, из ее слов Карташ разобрал всего пару, тройку малоинформативных, зато выразительных кои, как считается барышнем, употреблять вроде бы не положено. Диалог, состоявшийся между неизвестным атаманом налетчиков и Машей, можно было угадать без большого мыслительного труда. Удовлетворенная, вижу, очухалась девочка, лежи тихо, и все обойдется. В ответ нечто яростное. Кое-что по поводу сексуальной жизни атамановой матушки с престарелыми четвероногими представителями семейства псовых обоего пола. Преспокойное, вежливое возражение. Тоже желаете несколько кубиков успокоительного и т.д. и т.п. В конце концов Машка взяла себя в руки, успокоилась без всяких уколов и притихла. Похоже, атаман умел говорить веско. По обе стороны карташа разместили два тела, одно бесчувственное и одно явственно женское, Гриневский и Маша. Прикидываться дальше никакого смысла не имело. Алексей застонал, пошевелился, изображая отходняк и, приближая голову поближе к боевой подруге, спросил шептом, ты как? Потрясающе, негромко ответила боевая подруга. Вот только знаешь ли, надоела малость по пленам-то мотаться. Донесся незнакомый равнодушный голос, молчать, плохо будет. И настолько буднично это было сказано, что как-то не возникало никаких сомнений, обязательно будет и обязательно плохо. Громыхнул закрываемый задний борт, завелся мотор, тронулись наконец. Куда подевались прапорщик, его подчиненные, так и осталось загадкой, может, сложенный штабелем во втором грузовике. Ехали молча, покачиваясь со стороны в сторону, изредка взрыкивал движок, преодолевая наиболее крутые склоны. Бойцы из армии черномасочников песен не пели, анекдоты не травили, начальству косточки не перемывали, сидели тихо, как мыши, вышклинно сидели, в общем. Считать километры смысла не было никакого. Сибирские стежки дорожки порой столь извилисты и серпантинисты, что протрястись можно несколько часов, хотя по прямой выйдет минут тридцать. Вот только кто шламанет напрямик через тайгут. Иголку, полученную от Маши, Карташ, между прочим, не выронил. Сперва сжимал пальцами, потом воткнул в рукав. Идею отомкнуть наручники он не оставлял, но не заниматься же этим на глазах у конвоя. Могут не так понять. Поэтому сперва требовалось повернуться, спрятать руки от посторонних глаз и поработать над замком. А вот что он станет делать после того, как отомкнет наручники, Карташ понятия не имел. Однако гораздо лучше строить планы, имея руки несвязанными, не правда ли, сразу образуется возможности намного больше прежнего. Но стоило Карташу чуть пошевелиться, как он незамедлительно получил поддых. Двинули ему дело Вита точно, но без всякого садистского удовольствия, лишь по обязанности. Так же и пристрелят его, в случае чего. Без пылающих ненавистью взглядов, без прочувствованных прощальных речей, по одной лишней легкой обязанности. Лежать смирно. Последнее предпреждение, услышал Карташ, потом укол. Дались им эти уколы, лепилы, что ли? На поезд напало бандитское подразделение докторов и санитаров. И ничего другого теперь не оставалось, кроме как думать. Однако все думы баранами упирались в надежно запертые ворота вопросов. Кто, куда и зачем? И на все три вопроса выпадал один и тот же ответ. Ах, хрен его знает. А был еще вопрос, мастер, который, как золотой ключик, способен отворить потайные дверцы многих предыдущих и последующих вопросов, почему никого из них не убрали? И действительно, почему? Казалось бы, забирай платину, радуйся редкостного навару лову, тащи его скорее в закрома, а свидетелей в расход. Но зачем нужна эта буза? Карташ увиделось лишь одно объяснение. Тем ребятам, что спланировали и осуществили нападение на поезд, известно кое-что в общих чертах о похождениях их бравой троицы. И теперь понадобились подробности. Вряд ли они, заполучив платину, закончат свою деятельность, расползутся, разъедутся по курортам на вечный отдых. Немного поживившись, чуть пополнив стратегический запас, ребятки, скорее всего, продолжат свой совместный трудовой путь, в связи с чем им крайне любопытны всякие разные новые варианты приложений еще более окрепнувших сил. В частности, почему бы им не попробовать ссунуться в Туркменистан с его наркотропами и припахивающим нефтью выходом к Каспийскому морю? при такой перспективе туркменские рассказы некоего карташа со компания придутся как нельзя кстати. Думается, немало всего полезного для себя. Стратег преступных операций может выкачть из их бедовых головушек про туркменские дела. да и не только к слову говоря про туркменский. Есть за что уцепиться тому стратегу. Есть от чего оттолкнуться, выстраивая новую игру. И других причин оставлять их в живых карташ не видел. Тогда что у нас получается? А то получается, что после откровенных бесед с представителями штаба нападавших, увы, карташ прекрасно отдавал себе отчет в том, что не будут с ними деликатничать, не будут психологию разводить, с сигаретками угощать и кофе и какао поить. Они все трое станут ну совсем никому неинтересным. Как всяким там книжно-киношным вурдалакам сразу становятся неинтересные жертвы, едва только вурдалаки высосут из них всю кровушку до дна. А ведь информация та же кровь. «Кровь современного мира», как сказал один из деятелей, правда, по другому поводу. Карташу пришел в голову образ, наглядный, точно иллюстрирующий их нынешнее незавидное положение. В беззаботные московские годы Алексей частенько поигрывал в компьютерные игры. Причем подобным образом он развлекал себя не где-нибудь еще, а на государственной службе. Что ж поделать, если служба выпала такая? А пребывал он тогда в комиссии по контролю за исполнением наказаний при МВД. И между инспекторскими поездками по регионам делать ему по совести говоря, было совершенно нечего. Да, конечно, приходилось изображать дело, куда денешься, есть неписанное правило. Между прочим, изображать занятость это тоже своего рода искусство. Кому-то это здорово удавалось. Были даже искренне восхищавшие кратыша виртуозы, которые целыми днями носились по коридорам в пении и мыле с высунутыми языками, на все обращения отмахиваясь «Некогда друг!» и начальство всегда ставил их в пример. «Нечем заняться, говоришь, а ты посмотри на Пупкина, поучись у него. Хорошему сотруднику всегда есть чем заняться, если представлять кого к вне очередному, то его трудягу Пупкина, а не вас, бездельников». И ведь даже твердо знаешь, что Пупкин ничем не занят, бездельник каких поискать, а посмотришь на его потный лоб, заглянешь в его честные глаза, ведь веришь ему, веришь. Таких людей, пожалуй, премиями можно награждать за талантливую актерскую работу. Вот во всяких компьютерных играх-стрелялках виртуальные герои то и дело оказывались в помещениях, где крутятся громадные жернова или опускаются, поднимаются чудовищные прессы. Проскочишь между жерновов, да еще когда нельзя застаиваться на одном месте, иначе по тобой проваливается пол, и виртуальный кислород на исходе получишь свой маленький приз. доберешься до артефакта или до аптечки с запасом новых жизней, шаг влево, шаг вправо, и ты размолот жерновым, экран затапливает красный цвет, все начиная сначала. Сейчас они все трое оказались в точь-в-точь в положении тех компьютерных героев. Три маленькие человеческие фигурки среди гигантских бешено вращающихся жерновов, они вынуждены пробираться между жерновами, которые их перемелют и не подавятся, и пол действительно проваливается под ногами, только у них по одной жизни набрато, а не по сто, как у героев стрелялок. И вовсе не бесспорный факт, что, избежав жерновов, ты получишь в награду хоть какой-нибудь завалящий артефакт. Смурные рассуждения были прерваны прибытием на место. Грузовики мягко притормозили, утихли моторы, шумом отвалился задний борт, и карташа без особых церемоний, но и без грубости, потрясли за плечо. Подъем, на выход. Карташ не твердо встал на ноги, заботливо придерживаемый под локоть. Вперед, осторожно, переступаем, руководил невидимый провожатый. Стоп, прыгай. Карташ прыгнул, под ногами зашуршала трава, с головы сорвали мешок, полуденное солнце ослепило на мгновение. Выгрузили их на краю небольшой полянки посреди тайги, и почти всю полянку занимал своей тушкой К-26 вертолет. И именно в этот момент Алексей посетил чертовски тоскливая мысль, которая должна была появиться значительно раньше. Что ж это за ребятки, которые поперли против серьезного ведомства белокурой сволочи, или уверены, что история с ограблением поезда никогда не всплывет, или... И вот это второе или было жуть насколько неприятным, как зубная боль. Молча загрузились в вертолет, молча взлетели, взяв курс на север, не к Шантарску, и уж тем более не к Москве. — Один вопрос, сказал Алексей командиру налетчиков, река Потудай, существует такая на самом деле или нет? Карташ думал, что получит тычок или заткнись. «Ты придурок, да?» — участливо спросил Атаман. «Если она все-таки существует, я обязательно побываю на ней. Это я тебе обещаю!» — устало проговорил Карташ. После чего им на голову вновь натянули воняющие табаком мешки. Глава четвертая Волшебник алюминиевого города 15 сентября 2000 года 1704 Предположим, ему бы удалось незаметно скинуть наручники и дальше что? Незаметно стянуть с головы мешок, мягко говоря, посложнее. Поэтому мешок пришлось бы с головы сдирать, стараясь проделать это с максимальной быстротой. При этом, дабы задумку увенчала сокрушительным успехом, вертуха и, словно сговорившись, должны были отвернуться и некоторое время таращиться в другую сторону. Вот тогда Карташ мог бы рассчитывать на то, что вырвет из непутевых конвоирских рук автомат, оглушит одного, вырубит второго, заставит положить оружие на полтретьего, короче, овладеет ситуацией. Хотя и припомнился Карташу некий штатовский фильм, где герой на ура выпутывается из точь в точь такого же положения, и дело там тоже вроде бы происходит в вертолете. Киношные охранники помнят столбенеют от изумления, когда герой вдруг сказочным образом освобождается от браслетов и позволяют разделать с собой как со щенками. Однако, чтобы все сложилось так красиво, вертухаи должны быть родом из Голливуда. Ну, а эти ребятки грамотно, без дилетантской суеты взявшие вагон, никак не производят впечатление законченных валенков, у которых отвиснут челюсти и безвольно опустятся руки, если вдруг арестант выкинет некий нежданный фокус. Поэтому картаж не стал в вертолете разыгрывать свои единственные козырь, а на руках у него, если прибегнуть к карточной технологии, после раздачи застряла всего лишь козырная двойка, и более ничего. Коли уж рисковать на мизере, то следовало подождать, когда образуется более подходящий расклад. Ну, и дальше ничего подходящего не сложилось. Где-то через час лета вертолет наконец приземлился, пленников выгрузили и пересадили в новый транспорт. Да, путь дорога выходила длинной, теперь не хватает лишь прогулки на катере по рекам и озерам, или еще лучше, на подлодке, а потом для полноты картины следовало бы проехаться в метро или на землеройной машине. Такие вот ироничные мысли посетили Карташа, когда ему велелись сперва нагнуться, потом забраться внутрь. Новым транспортом для Алексея стал автомобиль, оборудованный для перевозки арестованных, салон на двойде трешетчатая перегородка, задние дверцы изнутри и хрен откроешь. Но это точно был не милицейский УАЗик. Любимую ментовскую тачку распознаешь и с накрепко завязанными глазами, по одному только запаху распознаешь, не говоря уж про прочие доступные ощущения. Тут же усясь чущение, и мотор работает бесшумно, и заду мягко, наводили на мысль об автомобильном изделии импортного производства о чем-то типа Форда. И где у нас бедные госслужбы? Таких гоняют помимо Москвы. Уж не в Сибири, точно? Ну, а службам частным подобные привлекающие внимание машины вроде как и вовсе ни к чему. Частные службы. Чего надо в багажниках перевезут? Или в фургонах? Следом за Карташом на заднее сиденье забрался кто-то из конвоиров. Так поехали. Где Маша и Гореневский? Оставалось лишь гадать. А в эту машину Карташа определили одного как кума королю. По этому поводу у Алексея образовалась две версии. Или каждому пленнику выделили по автомобилю, заранее подогнав их к вертолетной площадке, или Карташа принимают за главного. А поскольку разобраться в том, какая версия правдива или неправдива обе, не представлялось никакой возможности, то Карташ просто ехал себе куда везли. Правда, разве что спросил у конвоира, что сидел рядом, а где остальные? Так сказать, катнул пробный шар, но в качестве ответа получил лениво процеженные сквозь зубы, без разговоров, и легкий, профилактического характера, тычок вбок. Ладно, подумал Карташ, пока поплаваем по вашему течению, поглядим, куда вынесят. Минут десять или около того ехали по очень ровной дороге. Последнему обстоятельству Карташ нешуточно удивился. Этж, где у нас такие автобаны? Чистая Германия, е-мое, хоть бы раз, хоть бы одним колесом в выбоину угодили, хоть бы тряханул разок. Да, чем дальше, тем становилось все страньше и страньше. Машины чудные, дороги не российские. Тачка остановилась, Карташа дернули за рукав, на выход, Алексей выбрался наружу, его притормозили ладонью, стоять, ждать. А ведь этот конвоир определенно военный человек, действующий или бывший, отметил про себя Карташ. Уж больно по-военному четок во всем. Странная смесь намешалась. Еще вот и плитка. Да, под ногами Карташ чувствовал не асфальт, не песок, не гравий, а чуть выпклую поверхность. Ага, вот и зазор. Да, определенно, плитка. Теперь неплохо было бы определить, какой она формы. Алексей провел ребром ботинка, нащупал паз между плитками, провел по нему. Рядом хмыкнул охранник. Старания пленника не прошли незамеченными. Хмыкай, хмыкай, со злостью подумал Карташ. Посмотрел бы я, что б ты делал на моем месте. Голову готов прозакладывать, что ни хрена б не делал. Стоял бы истуканом, с пустой башкой и поникшими ушами, дожидаясь указаний. Пригодится, не пригодится, а что есть, то я и собираю. Может, и хреновина, а может, именно этой информации как раз и понадобится. Так вот, касаемо плитки. Плитку кладут в центре крупных городов, вроде Шантарска, но лужут ее и богатые буратины во дворах своих особняков. На городских улицах кладут плитку прямоугольные формы, ведьма, дешевле стоит, а у буржуев, выделывающихся друг перед другом и не жалеющим на это бабок, плитка формы шестиугольной и тута, то бишь, под моими ногами, она тоже шестиугольна. Так что мы, скорее всего, торчим во дворе частного особняка. Может это быть окраин Шантарска? А почему бы и нет? По характерному электронному писку Карташ догадался, что неподалеку кто-то тычет кнопки телефона. И верно. Это я услышал Карташ. Здесь, да-да, куда их? Голос принадлежал тому человечку, что командовал захватом на железной дороге и которого Карташ окрестил про себя Старшой. Последовала пауза. Старшой выслушивал указания, исходящие, надо так полагать, от еще более старшего в ихней иерархии. Разумеется, реплики телефонного собеседника Карташ не разобрал. «Он что, хоть что прямо туда?» В голосе Старшова явственно позвучало удивление. «Скажи ему» и осекся. «Видимо, ему напомнили, что твое дело исполнять приказы, а не обсуждать их, потому что Старшой тяжело вздохнув, произнес, да-да, понятно, есть, сейчас доставим». «Ну-ну», мысленно отреагировал Карташ, «опять из серии, странше и странше. Вот еще и доставить нас повелели в некое место, которое поразило нашего бывалого вертухая. Сдается, что нас ждут не слабые сюрпризы и открытия». «Их повели, именно их, а не его одного». Сперва Карташ услышал Машин голос, дочь хозяина требовала снять с нее эту сраную тряпку, и сие требование приправляло эпитетами повышенной, так сказать, сочности, особенно прохаживаясь по мужским достоинствам чудаков на букву «М», к которым ее угораздило попасть. Правда, ничего она в результате не любила, скроме окриков «Молчать, марш вперед!» А когда их повели, Алексей среди шагов признал и пришаркивающую походку Гриневского, таксист шел прямо за Карташом. Вели их в некое помещение, хлопали многочисленные двери, откуда доносился явно телевизионный дикторский бубнеж, что там про выборы и Путина. Раздался многоголосый женский смех «Ага, место обитаемое, на преддверии тюряги смахивает». Мало, ввиду отсутствия других занятий, Карташ вслушивался в обстановку. Так, мало это смахивает и на частный особняк, уж бы намного обитателей по нему шастает. Так что ж это такое может быть? Любопытно. А потом стало еще любопытнее. Пленников запустили в дверь, за которой их встретили и вовсе уж необычные звуки, а именно ритмичные хлесткие удары, предваряемые сильными выдохами. Эти монотонные тумс-тумс прекратились, едва пленников остановили, выстроив ряд. «А, привел». Голос показал Скарташу смутно знакомым. «Ты их так в мешках и волок, что ли, через все долины и взгория? Но ты даешь». «Иногда я с тебя удивляюсь. Любишь воротить секретность где ни попадя. Давай-ка, в общем, снимай с них бурдюки, а то у тебя стоят висельники». «Наконец-то! опостыливший мешок сняли. В нос, привыкший за последние часы к духману мешковины и табака, ударил сильный запах мужского пота и кожи. Оно и неудивительно. Прозрев, Карташ обнаружил, что они находятся в спортзале. Посреди зала возвышался боксерский ринг, откуда доставленных пленников внимательно рассматривал, облокотясь на угловую стойку человек в боксерских перчатках. За ним рисовался еще один спортсмен, у Коева на руках были плоские кожаные краги для отработки ударов, но и в самом зале, где по всем углам висели боксерские игруши, хватало народу. В основном лица мужа с Кагополу, из которых большинство сидело на лавках, трепало с друг с другом и с лицами полуженского, кто-то работал с грушами, кто-то тягал штанги и блины в дальнем углу зала, а кто-то прыгал со скакалкой. Кстати, хватало и дверей, одна из которых была открыта, показывает, что за ней находится тренажерный зал. «Вот они, значит, какие герои нации!» сказал, улыбаясь и не жалеючи для этого рта, человек в боксерских перчатках. «Да, недаром голос показался Алексею смутно знакомым. Конечно, ожидать приходилось всего чего угодно, однако Карташ искренне и глубоко офонарел, увидев перед собой именно этого товарища. Ну, вот это-то хрен тут с какого боку! Короче, всего гражданина Карташ знал, а кто его в Шантарской губернии не знает, скажите на милость! Да и по России мало найдется людей, никогда не слыхавших об этом человеке, хотя бы раз не видевших это лицо. Правда, что называется вживую, и уж тем более вблизи лицезреть его, доводилось немногим, но вот на общероссийских телеканалах одно время он изрядно помелькал, вечно улыбаясь в камеру, так же широко, как сейчас улыбался Карташ Усринга. В этих самых телерепортажах его неизменно сопровождал ВВ-шный конвой и хвост из журналистов. Короче, совсем не знаю этого разве что в глухоманских российских уголках, где живут столь бедно, что и телевизор есть далеко не у всех, а тем, у кого есть просто некогда смотреть в голубые экраны, пахать надо, сеять, грибы и ягоды заготавливать, чинить нехитрое орудие труда и ходить за скотиной. Обитателям тюрьм и зон выходит, он тоже не очень-то известен, скажет кто-то уверенно, там тоже не больно-то смотрят телевизоры, но вот уж нет, уж где-где по тюрьмам и по зонам этого человека знают распрекрасно и шо бы не знать. Андрей Зубков был в тех кругах личностью известный, да и не только в тех кругах, как было уже сказано. Олигарх, де-факто единоличный владелец алюминиевого комбината, совладелец чертовой кучи фирмы ширмочек, то есть, пардон, записку, фирмочек в середины девяностых, кумир сибирской молодежи, затмевавший по популярности в подростковой среде даже борцовольника Карелина, поскольку поднялся из самой настоящей грязи, из каких-то беспросветных бараков в поселке бывших ссыльно-поселенцев и с какой-то несусветной нищеты в самые настоящие князи. Полностью сделал сам себя, разумеется, к своему княжению, взбираясь по трупам, пройдя через несколько криминальных войн запередел, пережив уйму покушений, в которых ему просто мистически фартил, отделывался лишь синяками и царапинами, и прочее, прочее, прочее. Он мог бы вырасти в олигархов уровня Абрамовича и Дерипаски, мог бы, но ему вовремя подрезали крылья, или не вовремя. Без малого пять лет Зубков провел в тюряге, причем содержали его в одном из следственных изоляторов Москвы, подальше от Шантарской губернии, где законодательная и исполнительная власти к тому времени были основательно нафаршированы зубковскими алюминиевыми денежками. Посадили же Андрея Валерьевича не за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, хотя, ясное дело, уклонялся как раз в особо крупных, не за карманную крыжонку, что было бы в стиле воров в законе пятидесятых, семидесятых годов, как раз, где раз в пять лет, как велел воровской закон, обязательно садившихся по несерьезным статьям, нет, сидел зубков за подготовку покушения на губернатора Камчатки, готовил он его на самом деле или нет, зачем ему понадобился этот губернатор, чем не угодил, сие так и осталось тайной. Но разбирающиеся в подводных течениях люди сходились на том, что даже если б никакой подготовки к покушению в реальности не было, покушение обязательно придумали бы, потому как взорвался парень, не по чину стал брать, и роток начал разевать не по куску. Ну, и когда Зубков серьезно собирался в большую политику, его перехватили по пути, накрыв этой подготовкой к покушению как бабочку с очком. В конечном счете, то есть спустя пяток годков, дело о покушении развалило за недоказанностью. Но за те пяток годков, взорвавшемуся сибирскому новоришу, московские хозяева указали на место за общим столом, рылом потыкали и вразумили «Вот твое корыто, склепанное из алюминия, хлеба из него», удовлетворенно похрюкивая, «А отходить от него ни на копыта не моги, иначе пятком годов женять делай-си». Какую уж науку вынес гражданин Зубков из сего вразумления, осталось для широких масс неизвестным. Но после выписки олигарх ушел в тень. Наверное, прошерстив подшивки всех газет и прочесав интернет, можно отыскать какую-нибудь невеликой сенсационности информашку касательно дел Зубкова за последний год. Но Карташ не интересовал судьбой алюминиевого магната, потому и понятия не имел, как и где тот проводил время, покинув гостеприимную Москву. И вот сейчас сей олигарх сибирского значения разглядывал с ринга Карташа и компанию, похлопывая перчатка о перчатку. Ну да, помнится он любитель бокса, плотно занимался им в детстве и юношестве, о чем вспоминал в каждом интервью. В тех же самых интервью собиравшийся в политику Зубков непременно разглагольствовал о том, что он стеной стоит за здоровье, он против, чтобы дети пили и курили, он горой за бокс и за прочие олимпийские виды спорта, чем покупал сердца сибирских матерей и отцов. Ведь не в наркоманы и не в алкоголики зовет, не на дурное ж дело кличет. А что до того, что Зубков пробивался наверх к алюминиевым акциям и прочим достояниям не через чистенькие офисы и биржи, а с тому, что не наесть грязным, криминальным путем? Сколотил бригаду в городе Энск, быстро подмял под себя Энск, возглавил приход окрепших молодых волков в Шантарск, там начал забираться выше и выше по бандитской лестнице, пополняя шантарские кладбища молодыми покойниками, выиграл войну за алюминий. Так в Сибири, где каждый второй сам сидел и у каждого первого обязательно сидел кто-то из родни, так вот там к нелодам с законом всегда относились иначе, чем в остальной России, снисходительнее относились. Разбойнику многое простится, если он будет выглядеть в народных глазах героем, а не мямли неврастенником или того хуже законченным психом. Понятное дело, Зубков, выросший в этих краях, прекрасно знал образ мыслей своих земляков и работал на него. Итак, Андрей Валерич Зубков продолжал рассматривать приведенных под его олигархические очи пленников, пленники рассматривали Зубкова. Окружение олигарха ждало, когда папа соизволит насчет чего-нибудь распорядиться, но тот пока не распоряжался. Оставленные в покое боксерские игруши все еще покачивались в разных углах спортзала. Карташ и Маша переглянулись. Маша скроила гримасу, которую можно было перевести как «Ничего сё, пемки». Значит, девочка тоже признала к кому они попали. «И кто что у нас москвич?» Зубков прервал наконец игру в гляделке. «Погоди, дед, не подсказывай, сам догадаюсь». Подсказать хотел доставивший пленников к олигарху старшой. «Ты, чернявый москвич, падлый буду, ты». Зубков вытянул руку в перчатке в сторону Карташа. «Ну, я вяло согласился с Карташ. Просто не увидел большого смысла скрывать московскую прописку и канать подместную. Чего ради? Ради какой, спрашивается, великой стратегии скрывать? Из самой Москвы? Блин, как меня достали этим вопросом! Если б ты знал Зубков!» Подумал Карташ. «Где бы на вопрос, откуда ты не сознаешься, мол, москвич я?» Сразу выдают вопрос номер два. «Из самой или не самой?» Или, как вариант, «коренной москвич или не коренной?» Никогда не мог понять, почему эта хреновина так важна для провинции. Но Алексей оставил размышлизмы при себе, а ответил предельно просто. «Из самой». «Иди ты!» притворно изумился алюминиевый магнат. «Не уж что в Москве людей по-другому делать научились? Не из говна их, что ли, теперь лепят?» Зубков хохотнул, и народ в спортзале хохотом поддержал своего хозяина. «Ну, полным хлюпиком не выглядишь, если все, что мне о тебе москвич наболтали, верно?» Зубков хитро прищурился, было ясно, что у него возревает какая-то остроумная мыслишка. «Побоксировать не желаешь, москвич?» «Бред какой-то». «Ну, форменная шизня», с тоской подумал Алексей. «Впору щипнуть себя, а то вдруг и вправду сплю. Больнуш крепчает фантасмагория». Поезд, нападение в традициях вестерна, полеты с пересадками, в завершении появляется владелец алюминиевого комбината, который берет меня на слабу. «Наверное, полагаю, что мне сейчас больше всего остального хочется, именно что боксировать. Просто сгораю, мать твою, от нетерпения побоксировать. Почему бы и нет? Можно и побоксировать». Глава пятая. «Бокс, не драка, это спорт отважных и т.д. 15 сентября 2000 года, 1837. «Вот что» сказал Карташ. «Сказал таким тоном, будто его не приволокли сюда с мешком на голове. А шел он мимо, маясь от безделья, зашел и, славьте Господи, наконец, попал на искомую развлекуху. «Тогда двигай сюда, столичник», позвал Зубков. «Жду. Эй, там, на палубе, минералку швырните». Карташ еще раз переглянулся с Машей и едва заметно пожал плечами, мол, ни хрена не понимаю. Плывал по течению. Потом пошел в сторону ринга, сопровождаемый одним из конвоиров в камуфляже. Конвоир снял наручники возле ринга, хмуро распорядился. «Про хоряски давай». Карташ сбросил ботинки, остался в носках. После чего пятнистый конвоир еще раз учинил Карташу легкий досмотр, пробежал ладонями, отщикал так до подмышек и, оставшись довольным, хлопнул по спине. Пошел наверх. Раздвинув канаты, Алексей забрался в ринг. Олигарх поливал себя нагло из пластиковой бутыли. Выкинув опустевшую тару за канаты, Зубков принялся распоряжаться. «Поп, посудишь нас? Гоша, посекундируй москвичу. Хамид, будешь сечь время и бумкать в гонг. Шлем нужен, москвич? Обойдусь», сказал Карташ, стаскивая куртку-ветровку и оставаясь в камуфляжных штанцах и тельнике. А Зубков для занятий боксов, между прочим, вырядился в футболку старосоветского образца с буквами ЦДК на груди и с белыми веревочными завязками. Карташ попытался вспомнить, когда же ЦДК переименовали в ЦСКА, но даже приблизительно не вспомнил. Кажется, еще при Сталине. Но Майка была явно новенькой, просто скроена по моде тех ранешних лет. И штанцы из той же серии ретро-классика, вызывавшие на память персонажей вроде Антона Кандидова из фильма «Вратарь» и песню «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот». Что ж, вот такая блажь пришла в голову олигарха, бывает. Но ему, понятное дело, тут же и пошили, чего возжелал. Глядя на это костюмерное чудо, Карташ припомнил еще один предвыбранный пунктик олигарха, с которым тот искал расположение в простом народе. Квастной патриотизм, показушная любовь ко всему отечественному. Видимо, тут больше, чем игра и чем плакатные призывы поддержать отечественного производителя. Похоже, тут попахивает легким бзиком. Выделенный Карташу секундант по имени Гоша помог подопечному вдеть руки в перчатки, помог со шнуровкой, вытащил из кармана новенькую, в целлофан в обертке капу, сорвал целлофан, поднес к рту Карташа. Гоша этот мог бы, минуя отбор или, выражаясь по-модному, кастинг, пристроиться ведущим актером в триллер про маньяков что-нибудь типа сокрушителя черепов или бездушного костолома. Низкий лоб, вдавленный в ряху нос, мощная кренастая фигура, кулаки, кувалдометры, преданные тупые глаза, бультерьер. Но таких любит держать при себе в качестве слуг, всякий разный господа. Подобный гоблин не способен на мудреные предательские интриги. Все его нехитрые мыслишки проступают на харе лица, как фотоснимок в химическом растворе. Ежели чего гнилое удумает, подлец, видно, будет сразу. Копируя героев профессиональных боксерских поединков, Зубков нетерпеливо горцевал в противоположном от Карташа углу, нанося удары по воздуху. Стоит отдать должное олигарху. В отличие от многих своих коллег по первой купеческой гильдии, этот находился в отличной физической форме, жирком немало не заплыл, подвижен, легок, высокий, жилистый, с длинными руками, с эластичными мускулами. Между прочим, такую комплекцию всегда уважали в сборной кубы, уже много лет успешно выступающей на любительском ринге, там во всех, какую ни возьми, весовых категориях, и по сей день преобладают спортсмены подобного телосложения. Кстати, по поводу весовых категорий, они у нас с тобой, друг, примерно одинаковые, подумал Карташ, даже, наверное, я малость потяжелее. Поп, у нас должно быть все, как у людей, обратил зубков к человеку, находившемуся в ринге и только что скинувшему плоские краги для отработки ударов. Ты рефери, поэтому с тебя последнее наставление, так положено. Названный Попом пожал плечами, мол, как угодно, вышел на середину ринга, жестом подозвал к себе соперников. Боксировать без грязи, ниже пояс не бить, открытой перчаткой не бить, голову низко не наклонять, опасных движений головой не делать. Вперед, парни! Незаменимый ты человек, Поп, усмехнулся зубков. Все можешь, все знаешь. Алюминиевый король вытянул вперед правую перчатку для ритуального касания. Значит-то, товарищ олигарх решил скрупулезно блюсти боксерский ритуал. Ладно, и картаж стукнул перчаткой о перчатку. А вдобавок Алексей сделал себе заметочку. В мысленном блокноте по поводу этого самого Попа. Любопытная фигура. Явно, что не рядовая шестерка. Скорее, балет при короле. Еще. Просится всей блокнот махонькая такая пометочка. В последней фразе Зубкова сквозила странная полемическая интонация. Вот это не что иное, как составная часть вечного диалога. А раз есть спор, значит, все-таки барин олигарх прислушивается к мнению своего подчиненного. Опять же, Карташ не знал, для чего ему могут понадобиться эти наблюдения. Просто откладывал их про запас, словно белка, которая изрывает про запас в землю грибы и орехи. «Двенадцать раундов?» спросил Карташ, закусывая капу. «У нас с тобой не бой за звание чемпиона мира. У нас с тобой всего простой рейтинговый бой, поэтому достаточно семи», вполне серьезно заявил Зубков и крикнул. «Эй, там, на нижнем ярусе, Хамид, долго еще ждать гонга?» Тут же прозвучал гонг. Зубков принял левостороннюю стойку и двинулся противников. Карташ последовал примеру Зубкова, скопировал его стойку, поскольку тоже левшой не являлся, но в отличие от олигарха остался на месте, поджидая противника и дождался. Зубков провел в общем-то простенькую, но эффективную двухходовку в корпус и в голову. Карташ чисто рефлекторно блокировал локтем выпад в корпус, а вот удар в голову пропустил. «Как-то не проникся еще Алексей, внезапно свалившийся на него необходимостью, упражняться в боксе, может, от того, что жизни накануне стояли, всего лишь развлекуха, вроде бы так». Пропущенный удар в голову оказался не сильным, с ног не избил, лишь доставил неприятные ощущения, в частности, зазудела верхняя губа. «Как пить дать распухнет», подумал Карташ. «Бокс, это в первую очередь голова, приятель», наставительно проговорил Зубков, отступив на шаг и опустив руки. «Во вторую очередь ноги, и уж потом кулаки». «Усвойшит, москвич, тогда из тебя глядишь и выйдет Костя Дю». «У меня другие планы на жизнь», сказал Карташ, удерживая зубами капу, чтобы та не вылетела изо рта. «О-о-о, у тебя есть еще какие-то собственные планы?» «Ну-ну», усмехнулся Зубков, который и вовсе обходился без капы. «Выдерживай некий спортсменовский шик, мне, мол, любая травма по лампаде». Ради этих сомнительных понтов в свое время канадские хоккеисты играли без шлемов, а некоторые футболисты и сегодня играют без щитков и с опущенными гетрами. Видимо, чтобы внести некоторые коррективы в жизненные планы Карташа, олигарх снова принял стойку и мелким шагом двинулся вперед, совершая корпусом уклоны влево-вправо. Однако пропущенный удар встряхнул Карташа, настроил на борьбу и теперь он держал дистанцию под контролем. Правда, Алексей все еще не мог избавиться от ощущений, что принимает участие в некоем идиотском балагане. Зубков тем временем начал методично долбить Карташа фехтовальными выпадами неударной левой руки. Алексей вспомнил, что подобные удары на боксерском наречии зовутся джебами. Карташ уворачивался, подставлял под удары перчатки и локти. Так они и кружили по рингу. Джеб и Зубкова нет-нет, да и достигали цели. Большого урона не наносили, но ежели бы у них шел натуральный профессиональный бой, то зачетные очки у судей боксер Зубков набирал бы исправно. Карташ разок попробовал ответить, но олигарх ушел от выпада и тут же нанес быстрый встречный удар, который пришелся в плечо, и плечо в раз отяжелело. Больше Карташ не атаковал, опасаясь нарваться на контрвыпад, и вдруг почувствовал теплую струйку, стекающую на верхнюю губу. Слабый нос, прокомментировал Зубков, ай-яй-яй, с таким носом тяжело придется в профессиональном боксе. Карташ ощутил, как в нем закипает злость. Злость на этого фигляра, на самого себя, на всю цепочку постигших их неудач, постигших тогда, когда казалось, что все сложилось, все удалось, что они прорвались сквозь все засады и заслоны, и дальше их ждет отдых, только отдых, под пальмами, возле океанов, в шезлонгах, с коктейлями в загорелых руках. Их подстрелили на взлете. Посыпались с неудачей и посыпались в полном согласии с неустревающими народными мудростями. Беда не приходит одна, пришла беда, открывая ворота. И вот они остались без платины, без чего-либо покровительства, без будущего, зато оказались в полной власти, присыщенного развлечениями богатого буратины, сумасбродством, которого вынуждены потакать. Как говорится, здравствуй, попа, Новый год. А печень прикровать не надо, вдруг выпалил зубков и всадил справа в неприкрытый корпус карташа увесистый полукрюк. Ой, ее! Алексей согнул от острой боли в правом боку. Казалось, печень разорвала изнутри, и осколки свинцовой шрапнелью разлетаются, кроша внутренности на своем пути. Карташа согнула пополам, но на пол он не упал, повис на канатах. Мухаммед Али, бляха, ни охнуть, ни вздохнуть, ни пошевелиться. Откуда-то сверху звучал самодовольный голос зубкова. Это только далекие от бокса люди полагают, что самый чувствительный удар в голову. А ты, москвич, сейчас на себе прочувствовал, каково получить в печень самый болезненный удар в боксе в незащищенную печень. Между прочим, доморощенные рефери по прозвищу Поп мог бы открывать счет. Нагдаун был на лицо, но отчет не спешил. Думается, не в виду своей судейской неопытности. Думается, он дожидается сигнала от своего хозяина, а сигнала все нет. Может, закончить эту клоунаду, прикинувшись с накаутированным. Но что-то подсказало Карташу, что этого делать не стоит, а стоит наоборот подняться. Тем более его, что называется, отпустило, острый приступ боли прошел, можно попытаться распрямиться, попробовать вновь утвердиться на ногах. Карташ распрямился, оторвал себя от канатов, принял кое-как боксерскую и стойку. Он снова оказался лицом к лицу с Зубковым. Противника, который не оправился от потрясения, на профессиональном ринге принято додавливать, добивать. Однако Зубков заканчивать бой явно не торопился. Его высококупечество еще не наразвлекался. Зубков дал Карташу время продышаться, изображая ложные выпады, а вскоре прозвучал гонг за минующий конец первого раунда. Действительно, алюминиевый олигарх решил скрупулезно соблюдать весь ритуал боксерского поединка. Секундант Гоша выставил в угол ринга табурет, на который рухнул Карташ и, как положено, принялся обмахивать подопечного полотенцем. Алексей закрыл глаза. Под веками на темном фоне взрывались радужные всполохи и раскачивался колокол под монотонные бум-бум Карташу пришла новая фраза «Остап играл в шахматы второй раз в жизни». Алексей Карташ боксировал впервые в жизни и, честно говоря, большого удовольствия не получал. «Гоша, не забывай, что ты секундант!» услышал Карташ порядком уж опротививший голос олигарха. «Ты должен давать указания на раунд, должен накачивать боксера». Гоша тяжело вздохнул, но ничего не попишешь. «Приказ пахана закон», и он, наклонившись к уху Карташа сбубнил. «Короче, это, сэш, боец, ты не сэй его, он тебе даже не Майк Тайсон, у него дыхалка не очень, понял? Проведешь длинную серию, он может и не выистоит, понял?» Какой там хамит отбил в гон к началу второго раунда. Минута пролетела для Алексея быстрее мига. Только закрыл глаза и вот уже подымайся. Второй раунд начался неожиданно. Боксеры, покинув каждый свой угол, не рванули друг к другу в нетерпеливом ожесточении. Господин Зубков вообще направился не к центру, а пошел к краям ринга. Сделав пару шагов, остановился, прислонившись спиной к канатам, положив локти на верхний, вперился взглядом в Карташа, покачиваясь на канатах. Алексей тоже не стремился поскорее сойти с гражданином-олигархом в жестокой рукопашной. — Ненавижу вашу московскую породу, вдруг сказал Зубков пепеля Карташа взглядом и с чувством выдавил соки жирные. Он отодвался от канатов, вытянул руку в перчатки в сторону. Вот погляди на этих парней, москвич. Зубков ударил себя перчаткой в грудь. Погляди на меня. По вашим столичным понятиям мы ничто иное, как быдло, коровьи лепешки, дерьмо на лакированных ботинках. Какое нахрен будущее нам светило? Все парни, которых ты здесь видишь, родились в сраных городишках. Половина из них и бать своих не знает, у другой половины батьки спелись на глазах. Нищета, вонь, мордобой вечный не дает. Никто из нас в детстве не хавал от пуза. Пределом жизненных фантазий представляла собственная лайба марки Жигули. По вашим столичник, сучьим понятиям мы должны были горбатиться на заводах, окисляя легкие и пополняя закрома ваших московских хорей и хомяков. А в сорок лет должны были сыграть в дешевый гроб, к этому времени проспиртовавшись насквозь, оставшись без зубов и не оставив детям ни копья на сберкнижке. Нет, ру, был у нас еще вариандец. Притащиться к вам в столичку, наняться в прислугу, шестерить на вас, убирать за вас дерьмо. Но мы, кого ты здесь видишь, мы выгрызли свое право. И теперь половина вашей Москвы позавидовала бы жизни конкретно этих парней. Еще четверть позавидовала бы тем, кто работает на меня, на моих заводах и в моем городе. Но мы додавим последнюю четверть, кто купается в бабках. Она еще станет жалеть, что родилась в Москве, а не в Бухасрансках и в Рюпинсках. Андрей Валерьевич произнес доморощенный рефери с легким оттенком каризны. Похоже, тем самым он давал понять хозяину, что тот говорит лишнее. Остынь, поп. Отмахнулся от него Зубков и ухмыльнулся. Один раз меня не пустили в Стольный град, типа рылом не вышел. Но мы еще придем туда, верно, парни? И я не завидую тем, кто встанет на нашем пути. На классический боксерский поединок сие обходило мало. В нормальном поединке зрители уж вовсю захлебывались бы презрительным свистом. Рефери без конца подгонял бы соперников. Бакс, бакс, коммонбойс! Секунданты исходили бы слюной драться, драться, забыл, зачем, здесь. Промоутеры подсчитывали будущие убытки. Но Зубкова мало интересовало мнение нынешней публики секундантов. Ему приспичило поговорить. И он говорил, — Хлюпики вы все, москвич, дел не в мышцах. Встречал я столичников и крупных, как шкафы, и накачанных на станках, а все равно, как один хлюпики. Ткнешь пальцем и лопают, что твой пузырь измыло. И случись до серьезного дела, я только одними своими хлопцами возьму вашу столицу. Потому что солдаты, которыми вы станете загораживаться, они же все тоже из глубинки. Столичники в армию не ходят, а откупаются или косят. Поэтому срочники с радостью станут давить зажравшихся москалей. — Гора сделала меня родиться в Первопрестольной, — тоскливо подумал Карташ. — Теперь отдувайся за происхождение. Нет, что обродиться в Питере. Сейчас говорили бы без надрыва. И вообще по нынешним временам модно быть рожденным в Питере. — Ну, что скажешь, москвич? Оторвал Алексей от дум вопрос Зубкова. Олигарх по своему обыкновению улыбался. Карташ пожал плечами и утер кровь с губы. — А надо чего-то говорить. Ну, раз так хочешь, ты ж при Союзе родился. В Прибалтике, значит, бывал? Или в Татарии? — При чем тут татары? — перебил Зубков. — А при том, что и Прибалты, и Татары, или, допустим, Гудсулы, всегда жили нормально, что при старом режиме, что при новом. Не доводили себя и своих детей до нищеты и убожества. Пока вы тут водку ужрали, в грязи валялись и скулили по поводу проклятых москалей, которые житья не дают, обдирают нас как лепку, они обустраивали свою маленькую частную жизнь, как могли, обували, одевали, поднимали детей, помогали родне. Так, может, в себе лучше покопаться, а не винить во всех грехах зажравшуюся Москву, а? Карташ замолчал. Молчал Зубков. Разумеется, улыбаясь. Похоже, не улыбаться он не умел. Эй, Хамид! крикнул олигарх. Заснул там, что ли? Где гонг? Незамедлительно последовал удар в гонг. Ну, вот. И прошел второй раунд, констатировал про себя Карташ. Прошел, надо признаться, своеобразно. Бомкой еще раз, Хамид! скомандовал Зубков. Мы с москвичем проговорили весь перерыв. Третий раунд. Вместе с ударом гонга Зубков, не переставая улыбиться, двинулся к Карташу. Алексей ощущал в себе разительные перемены по сравнению с самим собою в начале боя. Он завелся. Если до этого неунывающий алюминиевый весельчак его просто раздражал, то теперь Карташ испытывал к нему нешуточную злость. А, сука, игрушку нашел, кеглю, мячик, развлекух ему, падли, мало. Нет, наверное, ничего мерзее, чем ощутить себя игральной картой-двойкой в чьих-то руках. И Карташу дико захотелось расквасить эту улыбящуюся физиономию. Ему вдруг припомнилось слышное в каком-то телерепортаже боксерское поговорка. Каждый панчер имеет свой шанс. Что в переводе на человеческий означает исход поединка может решить один удар. Да черт с ним! Пусть не решит исход поединка в свою пользу. Но хотя бы вмазать от души, хотя бы разок, чтобы юшка хлынула. Карташ броском сократил дистанцию, безоглядно вклинился в ближний бой и пошел молотить кулаками. Алексей лупил без всякой боксерской правильности. Лупил отчаянно, размашисто, от души, в технике как получится, так получится, лишь бы влепить посильнее и поточнее. Поточнее выходило не очень. Половина ударов шла мимо цели. Зубков уклонялся, уходил, нырял. Другая половина вроде бы попадала в цель, но пропадала без пользы, поскольку была блокирована перчатками и локтями. Алексей понимал, что силенок надолго не хватит. Серия выматывала, особенно выматывали удары, в которые он вкладывал весь вес, а те удары летели в пустоту, а за ними проваливалось все тело. Сознавая, что выдохся, Алексей вошел в клиенч. Карташ разобрал, что не только он тяжело дышит. Защита отразилась на дыхалке Зубкова. Верно, правду изрек секундант Гоша, не больно-то сильно дыхалку магната. Сцепку боксеров разорвал рефери, клином вонзив руки между поединчиками. Разошлись, бокс, разошлись, отступили на шаг друг от друга. — Неплохо, москвич, — сказал Зубков, продолжая улыбаться, хотя... И вот тут Карташ поймал алюминиевый спортсмен. А нехрен болтать на дистанции вытянутой руки. Отойди подальше, там болтай. Это ринг, а не застолье. Карташ залепил в подбородок Зубкова правой прямой, вложив в удар все, что смог. Не будь Карташ измотан своей предыдущей серией бестолковых атак. Может, даже удалось бы сбить противника с ног. Но и так неплохо получилось. Голову олигарха откинуло назад, брызнули в стороны капли пота, похожие на сочные виноградины, руки нелепо дернулись. В явном потрясении Зубков отскочил канатом и плотно прикрыл себя защитной стойкой. Карташ, пожалуй, добился главного. Гадскую улыбку, от которой его уже трясло, стерло, с самодовольной морды олигархического лица. Еще же Карташу удалось по-настоящему разозлить Зубкова. В этом Алексей убедил спустя секунд десять. Эти десять секунд Карташ преследовал противника, а тот просто уходил вдоль канатов, и достать его еще хотя бы раз не удавалось. Зубков пришел в себя, собрался, продышался и бульдозером попер на Карташа. Вот тут Алексей ощутил на своей шкуре, каков он боксерский хлебушек. Удары посыпались на него, как с пулемета. Слева, справа, джебы, крюки, полукрюки, апперкоты. Зубков всаживал в противника весь боксерский арсенал. Бой, начинавший с как чистой воды, фарс, пошел всерьез. В начале третьего раунда наконец превратился в полноценную жестокую схватку. Карташ хватал удар за ударом, пропускал в голову в солнечное сплетение, в область сердца, раз за разом Зубков пробивал его защиту. Есть не получалось прямым, доставал боковым, разбивал джебом сдвинутые локти и всаживал в брешь прямой акцентирую. удар с правой руки, проводил простенькие комбинации двойки и выдавал серии, не встречая никакого сопротивления. Перед глазами плыло, розовая пелена заслала взгляд, мир вокруг размазала пятнами, из которых вылетали черные круги, сотрясая то голову, то корпус. В голове гудело, как в трансформаторной будке. Карташ пропустил удар, известный в боксерском мире, под названием колокольный звон, это когда падают за ухо, название не случайное, название в точности отражает последствия, что следует за пропуском такого удара. и только печень, карташ рефлекторно умудрялся прикрывать локтем, понимая, что повторный удар непременно и окончательно свалит его. Да и вообще, по всем канонам и разумениям, Алексей должен был уже свалиться, напропускав такую тьму ударов. Но он все-таки держался, хотя и исключительно на морально-волевых. Уж очень, прям страстно хотелось ему изловчиться и попасть еще разок в эту самодовольную Харю. Правда, вместо Харри, отмахнувшись, карташ угодил олигарху в другое, более чувствительное место. Стоп! закричал рефери и живым заслоном встал между боксерами. Удар ниже пояса москвичу предупреждение. По правилам боксер, получивший в пах, может взять перерыв до пяти минут. Однако Зубков этим пунктом правил не воспользовался. Видно, плохо все-таки получил. Олигарху хватило пяти секунд таймаута, после чего он снова бросился в схватку. А карташу пяти секунд было явно недостаточно, чтобы очухаться, и новый натиск Зубкова он выдержать не смог. После пропущенного бокового в висок у карташа подломились ноги, мир качнулся, и карташ загремел на пол. Бой закончен ввиду явного преимущества, донес на него приговор рефери. Хрена там, услышал карташ голос Зубкова. Будем драться, как дрались во времена Рокки Бальбоа, или нокаут, после которого боксер не может подняться, или угол боксера выбрасывает полотенце. Никакого полотенца я не видел. О, гляди, поп, поднимается наш Рой Джонс, младший, а ты, говоришь, фенита. Карташ встал на одно колено, левый глаз заплыл, вдобавок была рассечена бровь, и рассечение, видимо, было неслабым, судя по тому, как частыми каплями капала на рим кровь. В голове по-прежнему звенело, но даже одним глазом Карташ разглядел, что Зубков больше не улыбается. Ага, хоть чего-то добился, и Алексей нашел в себе силы на вопрос. Слушай, зачем мы тебе понадобились? Зачем притащил? Дурака повалять не с кем. Узнаешь, все узнаешь, москвич, сказал Зубков, снова расплываясь в улыбке. Этот растянутый рот Карташ спокойно видеть не мог. Он вскочил, размахнулся, но глаза накрыла черная боксерская перчатка, и Карташ узнал, что такое есть полноценный нокаут, то бишь полная отключка. Это когда вокруг тебя гаснет свет, будто разом одним рубильником выключили огни над сценой или рингом. Глава шестая, город воровского солнца, 15 сентября 2000 года, 1941. как с него сняли перчатки, вытащили капу и унесли с ринга, Карташ не помнил. Так какие-то крайне смутные обрывки, какие-то клочья, проносящиеся сквозь туман. окончательно он пришел в сознание несколько позже, когда обнаружил, что сидит раздетый до трусов на деревянной лавке, вокруг сыра и тепло, а босые ноги касаются белых кафельных плиток. До него доносились стуки, шлепки босых ног, чьи-то невнятные голоса, и фоном всему этому служит шум льющейся воды. Пахло шампунями и хлоркой. В общем, не беном Ньютона, находится он в душевых, где ж еще, и что характерно, без наручников и прочих веек с кандалами. А вот что неприятно, правый глаз заплыл самым свинским образом, и не видно им ни хрена. О, жил, спросили его. Голос был знаком. Ах да, узнал картаж, секундант Гоша. Картаж повернул голову направо. Ну, точно, Гоша. Он что мне, до гробовой доски секундировать будет? Иссы заживет разбитая морда. Обнадежил секундант. Найдем тебе лепилу, обработает глаз. Слышь, мужик, короче, это, вам вельно мыться, приводить себя в божеский вид и по-быстрому. Вас типа на обед зовут, а вы как чушки. А где? Картаж запнулся, не зная, какие верные слова остальные мои боевые товарищи. Не шибко хорошо работала голова, подвергнувшаяся обработке кулаками. Девка белобрысый, показал чудеса сообразительности Гоша, а здесь же моются. Картаж огляделся единственно зрячим левым глазом. Лавка, на которой он сидел, располагалась почти напротив входной двери, за которой голову можно было прозаложить. Мается давешний конвой во главе со старшим. Справа от лавки начинались душевые кабинки, шли вдоль обеих стен, каждая кабинка имела дверцы, наподобие тех, что болтаются в ковбойских салунах. Вдруг раздались звуки возни, звонкий шлепок, сдавленный возглас, уй-юй, уй-юй, какой врывается при внезапной боли. Потом последовал угрожающий выкрик, носочка, погоди, на этот возглас никто иной, как Маша, ответила тирадой, где из приличных слов были лишь предлоги. Карташ вскочил на ноги. От резкого движения пошла голова округом, пришлось опереться о стенку. Стой здесь, боксер! Гоша опустил свою корявую, опутанную мышцами лапищу Карташу на плечо, прямо вдавив того в лавку. Тот мое дело! Карташ, разумеется, сидеть на лавке не стал, оборясь с тошнотой, пошел проходом между кабинками. Из ближайшей к нему кабинки выскочил чуть не поскользнувший с намыльной лужей Гриневский, голый, с намыльной головой. Что за кипиш, начальник? вылакивал за грудки парня в спортивных трусах, майки и пляжных шлепанцах. Тебе что было сказано, чмо? Повтори слово в слово. Гош, даешь, пошутил просто, глухой. Ну это, протянул хлопчик в шлепанцах и майки, пожимая плечами и глупо улыбаясь, сказано было смотреть, чтоб не выходили из кабинок. Судя по внезапно разгладившемуся лицу, ему вдруг на ум пришла удачная отмазка, и он не замедлил выдать ее. Показало, что эта баба чего-то там откручивает, обязан был проверить. Обязан был сказать мне, проговорил Гоша, а ты не сказал, козел. Думал, проверю и скажу, глубоко проверил. Не успел, давай, скажу, продолжу, глумливо ухмыльнулся хлопец. Теперь я продолжу. После чего картаж увидел, как работает похожий на неандертальца Гоша. Таким, как этот Гоша, не нужно знания приемов, техники боя и уж тем более философии единоборств. Все, что нужно таким, как Гоша, это дотянуться до противника. После чего, как поется в детской песенке, делай с ним что хошь. С проштрафившимся хлопцем Гоша поступил так, развернул лицом к стене и просто даже, показалось, не сильно толкнул. Хлопец вмазался в стену и, оставляя кровавый след, сполз вниз по белому кафелю. Гоша наклонился, поднял его с пола одной рукой и с легкостью запустил по проходу. Хлопец пролетел мимо всех кабинок, картаж еле увернулся и распластался возле последней. Гоша настолько нехотя все это проделал, настолько впол силы, что невольно возникал вопрос, а что было бы при мне он всю силу, отваленную ему природой? Гоша двинулся обратным путем, остановился возле девушки, которая вышла из своей кабины совершенно голой и без тени смущения, скрестив руки под грудью, с усмешкой смотрела на то, что происходит между душевыми кабинками. Ты зайди обратно, не свети, сказал ей Гоша. Боишься возбудиться, хмыкнула Маша? Еще раз вякнешь овца, сперва сломаю нос ему, Гоша показал на картажа, потом тебе, пошла обратно. И сказанность ей была столь равнодушна, словно речь шла о колке дров, и сия интонации на Машу подействовала, фыркнув она как бы попрошен, она зашла за салонные дверцы и вернулась под теплые душевые строй. Гоша подошел к штрафнику, тот же поднялся на четвереньки и теперь отплевывался кровавыми сгустками. вода, текущая из-за кабинки, смешивалась с кровью и алой жидкость, делаясь все светлее, бежала по белым кафельным плиткам, уходила в слив, прикрытый решеткой. Ты чего, Гоша? Поднял голову штрафник. Чего тебе, это баба? Баба мне боком. А ты чмо нарушил приказ, что натуральное западло. За что больно наказывают? Короче, пшел к Михалычу, сиди при нем. Вечером бом решать с тобою. Бегом, парашник. Ты он был таков, что штрафник без лишних слов и вопросов. Бросился вон из душевой комнаты. Казлой! Гоша со злостью двинул ногой по захлопнувшей со входной двери. Малолетки сраные. К хозяину не ходили, балан да не хавали, ни одного понятия на уме. Жизни ни хрена не нюхали, а то даже привыкли все брать на шару. Сегодня на бабу позарился, забыв про дело. Завтра сдал всех. Моя бы воля! Гоша махнул рукой. Короче, иди, мойся, боксер. Времени мало. А мне какая кабина отведена? Спросил Карташ. Тебя как чемпиону любая. Гоша говорил серьезно, не шутил. Он вообще, похоже, не владел ремеслом шутки. Да да ладно, сказал Карташ. Сколько у меня времени? У тебя. Гоша высоко поднял руку, и дальше нужного отодвинув рука в спортивные куртки, явно хвастаясь перед москвичем позолоченными часами сейку. Пятнадцать минут на все про все. Нападение, похищение и оставление в живых. Затем идиотский бокс, теперь душ, какой-то обед, почти человеческое обращение. И какой логикой это все увязывается? Такие мысли вертились в голове Карташа, когда он толкал салонные дверцы. Маша повернулась к нему, не сдержалась, хихикнула. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Меня ты не будешь, надеюсь, хлестать мочалкой по лицу? Куда уж хлестать, живого места на лице не осталось. Глаза не видны и губы разбиты. Целоваться, наверное, будет больно? Придется не целоваться. Счастье все остальное цело. Она не сопротивлялась, когда Алексей рывком грубо развернул ее к себе спиной и заставил прогнуться. Вошел в нее резко, яростно, без всяческих прелюдий и предварительных игр по-звериному, и она отдала асму без протеста и просьб о ласках, совсем как самка, которую самец выиграл в честном поединке с соперником. Неясно, сколько прошло времени, может, пять минут, может, все сорок. Понятие времен для карташа потеряло всякий смысл, равно, как и все остальные понятия. Гоша их не беспокоил, и лишь когда волна оргазма, напоминающая сокрушительный боксерский удар, разве что со знаком плюс, сотрясла его тело, он вернулся к реальности. И подумал к краешкам, если можно так выразиться, сознание, а я еще кое на что способен после такой-то встряски. Одевались молча, в предбаннике, неизобилующем излишествами, линолеум, шкафчики и лавки. На лавках взамен изъятой одежды лежали спортивные костюмы разных расцветок и размеров в целлофановых упаковках, а посередке предбанника был брошен большой полиэтиленовый мешок с кроссовками. Спортивный стиль здесь похоже возведен в культ, негромко сказала Маша, вскрывая уже третий пакет, доставая и разворачивая очередной костюм, носи раз безукоризно белый с адидасовским лейблом. Растянула в руках куртку и критически морще свертела ее так и эдак. Но и эта одежка чем-то не угодила, Маша потянулась к следующему пакету. В глаза Алексея она не смотрела и что происходит в трепетной девичьей душе он никак не мог понять. Сами карташи Гриневские не привередниче, а ограничились подбором спортивных клифтов подходящего размера. Если уж взялись заботиться, могли бы и новое белье принести, пробурчала Маша. Замечание было адресовано Гоше, который перекуривал сидя на лавке. — Чего копаетесь? — в предбанник заглянул недавний рефери по прозвищу Поп. — Идем, идем. Гоша затушил сигарету, потом открыл один из шкафчиков, за открытые дверцы чего-то там поколдовал и появился из-за дверцы с пивным пластиковым стаканом в руке до половины заполненным прозрачной жидкостью, а в жидкости той шипело шла пузырями, на глазах растворяясь утончаясь с таблетком. — На, выпей, боксер! Гоша протянул стакан к карташу. — Обойдусь! Карташ отрицательно мотнул головой и ладонью отстранил стакан. — Да не сыты, не яд, допинг! За пидро, божусь! Путевый допинг! Какой штангисты хлещут перед рывками и толчками! Тебе в самый раз пойдет, а то без него может в конец поплохеть! — Ща ты ищешь на старом порохе трахтишь, а вот когда откат начнется, то станет хреново. Можешь мне поверить, я в этом рублю, но не отрава тебе говорят, гляди, я сам хлебну. Гоша действительно отхлебнул из стакана. — Ну, пей, давай! Зуб велел привезти тебя в норму, так что все равно выпить придется. — Ну, раз зуб велел, и Карташ выпил. Вряд ли можно заподозрить простоватых здешних обитателей в аристократических изысках с ядами в духе Медичи и прочих убежденных отравителей эпохи Возрождения. Ну, а ежели и вправду он вливает в себя допинг, то лишним тот никак не будет. Алексей чувствовал, что накарканный Гоши откат уже подступает, тяжелели мышцы, накатывала слабость, разныла сразбитая губа, глаз подстреливал и слегка мутило. — Небось, отходняк от него зверский, сказал Алексей, отдавая бокал. По вкусу употребленное в заглот пойло напоминало разведенную в воде зубную пасту помарин. Не сэй, в который раз уже сказал Гоша. Видимо, этот оборот речи был у него любимым. — Эт тени водка, балда гудеть не будет. Продрыхнешь опосля не восемь, а четырнадцать часов всего и делов-то. Что там будет дальше неизвестно, приходилось верить Гоши на слово, а сейчас в организме карташа происходили разительные перемены к лучшему. По силе и быстроте животворящего преображения сие чудо можно было сравнить лишь с грамотно проведенной эпохмелкой, когда секунду назад тебе казалось, что руки и ноги завсегда залил свинец, что лопает по швам головной мозг, но вот секунда миновала и дрянь из тела, утекает, как грязь с мостовой во время ливня, а в просветлевшем организме расцветают бутоны радости и счастья, расцветают яблони да груши, петь, кстати, тоже тянула. «Если б ты дал хлебнуть этого раствора до боя, я б твою паханать делал», сказал Карташ с силой завязывая шнурки и кроссовок. «Птому это траву на Олимпиадах запрещают», подмигнула ему Гоша. «Спортивные дядьки зря бесы гнать не будут, орехают тему». А раствор продолжал впитываться в слизистую желудка, продолжались и химические процессы, встряхивающие организм. В данный момент Карташ не сомневался, что доведись ему сейчас переть по тайге, пер бы лосим, только бы ветви трещали. Еще же появилось обманчивое ощущение сжатия времени. Казалось, начнёт сейчас действовать, и другие люди будут двигаться по сравнению с ним, как в замедленной съемке, или как мухи в патоке. За секунду успеешь гораздо больше того, что действительно можно успеть. за секунду. Каждого везли в своей машине. Если б не конвой, то можно было бы сказать, что принимают их по высшему правительственному уровню. Правда, Карташ удостоился чести быть конвоируемым, явно не рядовыми в здешней иерархии попом и Гошей. Гоша сидел рядом с водителем, поп на заднем сидении по правую руку от Карташа. Но был в машине и один рядовой боец, одетый в облегающую мышечной бугрой футболку, он подпирал Карташа слева. Чем-то таким Карташ себе выдал. Может, осанка изменилась, или там посадка головы, потому что поп не применил отметить. А-а-а, воспрял москвич. По душе допинговая водичка пришлась. Хозяин прописал ее тебе из двоих боксерских подвигов. Ему понравилось, как ты отстоял против него, видишь, и на бед вашу шайку пригласил. Какие ж там подвиги? Ну-ну, не прибедняйся. Хозяин уважает стойких парней, а ты аж целый раунд выстоял под неслабой бомбардировкой. Так что ты пока во временном авторитете, но особо не зазнавайся. Настроение у хозяина штраф-люгер. Поп, вон ментяра, от него ничего не укроется, сказал Гоша. Поп косился на коллегу, но ничего не сказал в ответ. Этот Гоша сперва, может быть, из-за неандертальской внешности, показавшейся карташу полной шестеркой, похоже, высоко сидит при олигархе Зубкове, несмотря даже на то, что и интеллектом не блещет. Скорее всего, он принадлежит к старой гвардии, с которой Зубков брал Байкальск, а после входил в Шантарск. Гоша, что называется, выслужил свое положение верностью хозяину, доказанной годами, да еще тем, что мало кто из старой гвардии уцелел после стольких войн местного криминального значения. А неочевидная, но вполне угадываемая напряженка между Гошей и Попом теперь, благодаря последней реплике Гоши, стало вполне объяснимо. Один мент, другой явно бывший сиделец, а как известно, волк и собака друзьями не станут никогда, пусть даже и вынуждены будут жить вместе. Смотри в окно, москвич. Спецом велено было покружить по городу. Сказал Гоша, хозяин хоть, чтоб ты заценил его город. А чего уж не посмотреть, согласился Карташ, можно и глянуть. Он не стал расспрашивать, что за город, как зовется, в какой точке России расположен. Все это он без того знал. Знал, что город зовется Нижнекарск, что находится в ста с чем-то километрах от Шантарска, в памяти застряло даже то, что в городе проживает тридцать тысяч человек, и большая часть горожан, разумеется, трудится на алюминиевом комбинате. И стоило петрушку ломать с мешками на головах, подумал Карташ. Чего от нас скрыть-то хотели? И сам себе возразил. Ну, они же не догадывались, что ты такой грамотный, и вычислишь по олигарху название места расположения города. Да и не в том даже дело, просто не получила группа захвата, четких инструкций, и действовала по обычной схеме, включающей колпаки на головах. Олигарх же, как и свойственно ихней, буржуинской братьи, проявил свое своеволе и решил ничегошеньки и от пленников не утаивать, а даже наоборот, распорядился устроить ознакомительную экскурсию по владениям. Город был и вправду хорош. Хотя ничего выдающегося на улицах Нижнекарска может быть и не встречалось, никаких тебе Нотр-Даммов, золотых ворот с колизеями и прочих пизанских башен, зато город выглядел вполне уютным и вполне удобным для житья с бытьем. Улицы уже во власти наступающих сумерек преимущественно широкие и заасфальтированы по самым взыскательным европейским стандартам, тротуары выложены плиткой. Да и вообще, как бы не всякие несущественные мелочи, вроде надписи на великом и могучем, можно было подумать, что катишь по самому что ни на есть европу. Застройку в основном составляют двух- и четырехэтажные коттеджи с непременными полисадниками перед каждым. Улицы непонашенски чисто выметены, урны у каждого столба, там-сям видны детские площадки, довольно много домов строится, попадаются бассейны, кинотеатры, кафе. Кстати, церковь тоже имелась, которую тянуло поименовать на сельский лад-церквой, небольшая, ладная, окруженная ухоженным садиком. Карташу припомнилась публикация в некой шантарской газетке, которую он листал со скуки во время своего дежурства по ИТУ, заглянув в красный уголок при казарме срочников. Статья была посвящена преступности, а в качестве положительного примера борьбы с таковой приводился город Нижнекарск, и случайно статья была опубликована в местной газете, оно и понятно. Центральным СМИ не было никакого дела, не то что до заштатного городишки, в общем-то им не было дела и до миллионного Шантарска. О провинциальных городах столичные СМИ вспоминали лишь тогда, когда случалось что-нибудь эдкое, сенсационное, самолет там разобьется, на жизнь губернатор кто-то покусится, или Шантарапович не разольется, затопив пригороды. Чего уж там говорить, какой-то там Нижнекарск. И еще по тому же поводу Карташ припомнил разговоры в Пармском Салуне. В кафе Огонек тоже поминали Нижнекарск, когда речь заходила о борьбе с преступностью, а такие речи заходили нередко, все-таки непосредственная близость зоны и поселковый контингент навевали соответствующие темы. Чего там голову ломать, как ее победить? Вон в алюминиевом городе победили, потому как захотели. Эта фраза постоянно вспыхивала в любом разговоре о Нижнекарске. Да, в городе алюминиевого короля Зубкова преступность если напрочь отсутствовала, то была по новомодному журналистскому выражению минимизирована. В Нижнекарске криминал встречался как правило исключительно бытовой, а раскрываемость преступления имела огромный, прям такие заоблачно высокий для России, да и не только для России процент, без какой-то малости стопроцентной была та раскрываемость, и секрет всего феномена прост. Конечно, в городе наличествовали официальные силы правопорядка серич милиция, но наличествовали исключительно для вывески, реальную же охрану городского порядка осуществляла так называемая народная дружина. Создал ее Зубков, а возглавлял, про то, разумеется, в парме, переполненной слухами правовской мир, знали наверняка, некий уксус, авторитет сибирского значения. «У меня воровать не позволю, хочешь воровать, поезжай в Москву или Шантарск». Все бессмертные изречения молва приписывает лично Зубкову. «Если припомнить недавнее общение краташа с олигархом, тот запросто мог отмочить и не такое. Вот эти самые уксус и его, так сказать, народная дружина баловать в Нижнекарске не позволяли. Методы их, конечно, были дайки от понятий гуманистические ценности и права человека, зато архидейстены по другим понятиям. Своих, кто нарушал установленные заповеди, наказывали нещадно, гастролеры же, зная, что к чему, в Нижнекарске носа не совали. А если кого и заносило, то этот кто-то в небольшом городке сразу же подал под колпак и ежели что случалось. В общем, завидовать участь этих залетных молодцов не приходится. Местные жители в своем правителе души не чаяли, даже несмотря на его жестокость. Карташ припомнил все ту же статью, где описывал, что с алюминиевым комбинатом моментально выгоняют за нарушение производственного режима, за пьянку, прогулы и даже за пятиминутное опоздание. Зато и получали у него прилично. Вдобавок город оброс множеством мелких прикладных фабрик, вроде молокозавода, колбасного производства, водочного заводика, имелся даже цех по изготовлению всяческих сувениров. Вблизи Нижней Карска как грибы вырастали фермерские хозяйства, которым Зубков тоже покровительствовал. В общем, Зубков правил откровенно по-сталински, но народу это нравилось. Глядя из окна автомобиля, Карташ убеждал, что живут здесь, по крайней мере, не бедно. Например, за время их кружения по городу попалась всего одна отечественная лайба серии «Жигуль». А так ездили и стояли возле домов. Главным образом авто импортные и главным образом японского розлива. Ну, что, москвич, отвлек Алексей от наблюдений поп, хотел бы здесь поселиться? Надо подумать, ответил Карташ. Брожу, по миру собираю кликухи. Вдруг пришло в голову Карташу. В Туркмении удостоилась погоняла Елан-Чи. Теперь вот стал москвичом. Так и представляться теперь стану. Я Леха москвич Елан-Чи понял, бля, о темпоре, о морс. Часть вторая Алюминий и ромалы Глава седьмая Как любят ужинать в Нижнекарске. Пятнадцатый сентября две тысячи года двадцать двадцать девять. Тем временем кортеж выехал на окраину Нижнекарска, свернул к одиноко стоящему особнячку, окруженному кованой чугунной оградой. Автомобили проехали под воротами со скромной вывеской «Приют олигарха», описали круг по двору, в центре которого вздымала с метров на десять деревянная горка для увеселительных спусков подвыпивших гостей, и остановились возле высокого украшенного резьбой крыльца. Хоть это заведение и являлось рестораном, но почему-то кортеж был уверен, что с его общей доступностью дела обстоят не вожнецки. Скорее всего, используется оно исключительно под клуб сильной грады сего и гражданам с улицы, даже если у тех и шуршит в кармане подходящее денежко, попасть внутрь проблематично. Подведенные каждый от своей машины пленники вновь сошлись на крыльце, далее их провели через просторный весь в зеркалах холл, сопроводили вверх по лестнице с бордовой коровой дорожкой по центру, навевающей мысли о дворцах брак-считане. На втором этаже их встречал представительный седовласый господин в смокинге при бабочке, похожий на отставного культуриста. Он распахнул перед гостями толстые двери, сработанные из кедра, которые в случае чего не приходится сомневаться выдержат и крупнокалиберный пулеметный огонь, и гости вошли в зал. Да, гражданин олигарх место своего обеденного отдыха обставил от души и от всех щедрот, как говорится, не оглядываясь и не прислушиваясь. Стены были отделаны темными дубовыми панелями, кое-где на них висело оружие, причем самых разнообразных народов эпох. Карташ разглядел японскую катану и прямой русский меч, алебарды, кистени, мушкеты и дуэльные пистолеты, хотя предпочтение все же отдавалось оружию холодному. А в дальнем углу зала, в нише, застыл, опираясь на полосатое турнирное копье, собранное из доспехов рыцарь, словно позаимствованный из старой доброй советской комедии Иван Васильевич меняет профессию. Плотные толстые шторы на окнах были задернуты, зал освещали электрические светильники, стилизованные под факелы. Центр же зала занимал огромный круглый стол, разумеется, ломящийся от всяческих яств и напитков, кои были сосредоточенно поглощаемы десятком едоков и пивунов. Никто не был ни в смокинге, ни во фраке, ни в прочих буржуазных пережитках моды, в каковых надлежит присутствовать на приеме у самодержца. Кто изволил явиться в простом костюмчике и дешевом галстуке, кто в джинсах и рубахе на выпуск, и хотя подались и особи в тройках, приобретенных явно не в магазинах типа мужская одежда, спортивный стиль гостей пленников особого диссонанса в картину не вносил. Сам Зубков восседал в кресле с высочайной спинкой. Олигарх, как и положено в данном случае хозяину положения, снисходительно поглядывал вокруг, почти незаметно усмехаясь одними лишь уголками губ. Уж кем он себя при этом представлял? Королем Артуром, Аль-Капоне или князем Вованом Ясно-Солнышко сказать было затруднительно. Но картаж склонялся к мнению, что скорее всего последним, если припомнить его патриотическим умостроением. И, глядя на кресло с олигархом, Алексей ответил на вопрос, который неоднократно задавал самому себе, какой логикой увязывается все то, что произошло с ними в последние часы. Да вот она, та самая логика, жует бутерброд с красной рыбкой. И зовется она Самодурство барина. Принцип захочу, золотом осыплю, а захочу с собаками задравлю. Он, конечно же, кто спорит в русских традициях, а в сибирских традициях подавно. Во глубине таежных бескрайностей, вдали от грозной столичной власти, разные там миллионщики, заводчики, купчины, и воскопоставленные государевы люди колобродили так, что поныне о том живопамять вытворяли эдкое, что нынешние новые русские, выражаясь на современный лат рядом, не лежали. Между прочим, как раз где-то в здешних алюминиевых краях закончился знаменитый поход одного чересчур бравого шантарского генерал-губернатора на столицу. Дело сие случилось тому назад давненько, не то при Павле I, не то, в крайнем случае, при Екатерине II. После семи дней запоя тогдашний генерал-губернатор внезапно припомнил все обиды, нанесенные ему Петербургом, и воспалал местью. Вмщение же решил не мелочиться, а двинуть на столицу, захватить ее и самолично наказать обидчиков. Немедли был объявлен великий поход, и под бунтарские знамена мобилизованы все тогдашние шантарские силы, солдаты гарнизона, чиновники вплоть до самых мелких письмоводителей, всякие прочие народицы, подвернувшиеся под руку. Был составленный обоз, главным образом из винных бочек. И вот сия грозная армия двинулась примерно в направлении Петербурга, по пути пополняясь и обрастая разнообразным сомнительным людям. Увязли захватчики где-то аккурат в этих краях, ну, плюс-минус пятьдесят километров, чтоб сибирским меркам и не расстояние вовсе, и ни в какую эпоху расстоянием не являлся. Может, воители продвинулись бы подальше, кабы не захватывали по пути каждую деревеньку, где по праву победителей гуляли, меры и устали не зная, то бишь, грабили, опивались, объедались и охальничали. Армия начала быстро редеть. Кто-то укушивался до смерти, кого-то зарубали топорами несогласные с происходящим деревенские мужья и братовья, кто-то дезертировал, убоявшись ответа, который придется когда-то держать. Армия редела, но все же продвигалась вперед. В конце концов, то ли свои, то ли чужие связали, никак не желающего угомониться генерал-губернатора, и с пеленутым доставили обратно в Шантарск на протрезвление. Ну, а какие-то губернаторовы недоброжелатели, как водится, быстренько состряпли и отослали в столицу депешу с подробным описанием учиненных безобразий. Ведь простил хмельного франдера едва не захваченный Петербург. Рассудили там, что это не тот случай. Все-таки бунтарь есть не Стянь Каразин или Емельк Пугачев. Отправили строгую с курьером и дело закрыли. Да, видать, источает сия земля за разные поры бунтарства и самодурства, не давая покоя и сегодняшним хозяевам жизни. Сюда. Отставной культурист в смокинге показал Карташу место. Остальных тоже подвели к предназначенным им стульям. Вы сюда, вы сюда. В общем, усадили их за стол весьма красноречиво, не вместе, а порознь, и так, чтобы по обе стороны у каждого сидела по хлопчику самого серьезного вида. Маша оказалась не единственной женщиной за столом, присутствовали еще две особы слабого пола. Хотя особу, что сидела рядом с Зубковым, одесную слабой можно было поименовать лишь условно, высокая, наверное, за метр девяносто, с широким разворотом плеч, пловчиха не иначе, годочков где-то тридцати, добавляем сюда близость к хозяину, бриллиантовые серьги в ушах, браслет с камешками от Сваровского, и получается жена. Официально или неофициально, это уж не суть важно. Всяких разовых девочек вряд ли бы сюда впустили, в узкий избранный круг. Вторая женщина была и вовсе не молода, как говорится, давно за пятьдесят, но прямки по-европейски подтянутые и моложавые, под очками золотой оправой притаились холодные, цепкие и презрительные глаза, по карташу и прочим новым лицам она мазнула взглядом, как по пустому месту. Что сия мадам может делать за этим столом, где собрались, в общем-то, равные? Иначе мадам у них состоит по финансовой части. Под ее приглядом находятся темные денежные потоки, отмывка, прочие офшорные делишки. Интересная особа. Думается, в ее биографии за советский период обязательно отыщется и подпольные цеха, а то и отсидка по хозяйственной статье и какие-нибудь саморазваливающиеся кооперативы на заре перестройки и прочие пирамиды. А потом, а потом она как-то сошла спела с Зубковым. А ведь, возможно, никто иной, как эта женщина почтенного ныне возраста наставляла будущего олигарха по финансовой части столым и кем вроде крестной матери. Одними кулаками и природным умом гигант алюминиевой индустрии не захватишь. Нужно весьма специфические познания и без консультантов тут не обойтись. Заняли свои места за столом и те, кто пришел вместе с пленниками, разумеется, исключая охранников, оставшихся за дверью. А шую от Зубкова сел поп. Гоши тоже было отведено место недалеко от папы. А еще картаж узнал среди восседающих за стылом легендарного уксуса, того самого, кто стоит в должности смотрящего за порядком в Нижнекарске. Личность была примечательная и зело популярная среди постояльцев Пармского санатория под названием ИТУ номер. Хм-хм-хм. Глубоко впавшие глаза, худоба, неподвижный взгляд, за исключением лица, все видимые участки кожи покрыты парточками, сирич татуировками. А главная примета шрам, уродующий левую щеку, плюс клеечка не из разряда заурядных. Да, тут, похоже, собралась вся верхушка империи Андрея Валерьевича Зубкова, подвел итог Карташ. Интересно, это у них плановый сход или экстренное совещание по нашу душу? Видел мой город москвич? спросил Зубков, налил себе из пластиковой пол-литровки минеральной воды, выпил залпом как водку. Ничем не хуже твоей столицы. Иномарки тут у каждой семьи. А в любой дом зайдет в дом полная чаша. Холодильники набиты жратвой, всякие разные домашние кинотеатры, стиральные машины, печки и шмечки. Да чего там печки? У всех почитай стоит компьютер с интернетом. Ну, ты уловил главное, москвич? Это Европа. Посреди Азиатчины мы построили натуральную Европу, в которую, кстати, мои работяги регулярно мотаются в отпуска, потому как бабки у них есть. А есть они потому, что я не даю себя грабить ни вашей долбаной Москве, ни местному губернаторишке. Пусть и хлопотно выходит проводка, но зато большая часть моего лавле не уплывает в чужие потные ручонки. При этих словах Зубков бросил взгляд на возрастную мадам, подтверждая предположение Карташа насчет роли дамочки в здешней структуре. Этот город, москвич, прообраз Новошантарска, вот таким может стать и быстро стать, заметь, сибирский мельянник. А сейчас что там? Дыра, провинциальные дыра. Вот, например, с метро сколько ковыряются? До сих пор ни одной станции построить не могут. А знаешь, сколько я в него в метро это денег вгрохал? Сам проектировщиков нашел и не столичных наших. Сам по московским кабинетам бегал, согласовывал, сотрясал, подписи собирал. И что? Собрал, согласовал, сотряс и утвердил, бюджет выбил. Думал, дурак, помогу родному городу, подниму с колен. Поп предостерегающий положил руку на плечо хозяину, но тот, не глядя, стряхнул ее, гарпнул. Хрена! Так с места и не сдвинулись, ни на миллиметр. Тоннели прокопали, станции заложили, и все. Теперь отдыхают. Типа, деньги кончились. И конца краю тому не видно, потому что рубль осваивают, а три воруют. Это Азия. Вот в чем выражаясь на научный манер, парадокс. Здесь без хозяина, хана, барона, князя, или какошь назови, короче, без твердой руки и атаманской воли ни хрена не сделаешь. Тем более не выстроишь европейский город, чуть дал послабку, или развороется к ядреним, или фенкарь в печень воткнут. А здесь хозяин есть. Что я скажу, то завтра будет сделано. Зубков сжал кулак и стукнул им по стулу, заставив вздребезжать посуду. Во, позырька, москвич! Олигарк бросил Карташу полулитровку с минералкой, кою Алексей благополучно поймал. Хотя такая же бутылка стояла перед Карташом, но, по-видимому, Зубкову нравились эффектные жесты. Алексей позырил, как просили. На этикетке минеральной воды, называемой сибирская слеза, был помещен портрет Зубкова в овальной раме из ржаных колосьев, в высокой бобровой шапке и в богатой шаляпинской шубе. «Ну-ка, ну-ка!» Алексей глянул на стол, быстро нашарил взглядом, что искал, и внезапная догадка подтвердилась. На водочной бутылке имел точно такой же портрет. Называлась водка огни Нижняя Карска, а в народе ее не иначе зовут Зубковкой или Зубочом или Зубаткой. Отстраненно подумал он. «Видишь, где она произведена, москвич?» сказал Зубков. «Город Нижний Карск. И половина продуктов на этом столе тоже местная. Ну, каких-нибудь устриц мы, конечно, тут взращивать не можем. Так и так придется покупать. Но что по климату и по силам мы освоили или освоим? И вот скажи, москвич, нахрена мне или им?» Зубков обвел жестом руки сидящих за столом. «Воровать у себя!» «Или им!» он сказал на окно. «И крысятничать мы им не дадим. Крысят мы изведем, как тараканов. Хочешь озорничать? Валяй туда, где власть зажравшаяся и мусора ленивые. Гуляй там, пока народу не надоест эта бодяга и он не отправит пинком под зад всех уродов, которых сам же и навыбирал. А у нас мусора хорошие, правда, поп?» Поп поморщился, ему не понравился намек на его ментовское происхождение. «Шучу, шучу!» Зубков скинул вверх ладони. «Короче, жизнь в России надо ставить строго по понятиям, а не валять дурака, потому как понятия от натуры человеческой идут, потому как с твоими демократишками стал стажопами-болтунами и бюрократами мы утопнем в дерьме. Если б мы не в Азии жили, тады другое дело, тады можно было б в игрушки играться. А у нас люди понимают только кулак и сильную волю. Это как телегу из болота, никогда не вытянешь, покуда не станешь лупить по лошадиным спинам кнутом, а людей крыть матьюгами и тумаками. Россия, она и есть ничто иное, как телега в болоте, увязшая в нем поверхушки колесных ободов. Иван Грозный малость раскачал эту телегу. Царь Петр слегка болото осушил, потом Сталин протащил эту телегу чуть вперед, но теперь она опять прочно увязла. Вот так да, москвичи. И Зубков вновь потянулся к минералке. А ведь ты себя в этот ряд ставишь. Вдруг понял Карташ. Царь всея Руси Зубков первый. Да, в самом деле тесновато с такими амбициями в городишке Нижний Карск. Ты, к примеру, в Швеции давно был в последний раз, москвич? Вдруг спросил Зубков. В предыдущей жизни. А я? Когда мы были в последний раз? Олигарх повернулся к пловчихе. Недели три назад. О! Короче, будешь в Швеции, подвали к любой заправке и вглядись. Зубков забросил в рот оливку, запил минералкой. Увидишь знакомый списчик. Бензин, дистопливо, все кунас. Но за небольшим отличицем среди этого списочка ты обнаружишь еще и хренатень под названием биогаз. Знаешь, что это такое? Это газ, который выделяется при брожении. Шведы его осваивают со страшной силой, заправляют им тачки, хавку на нем готовят, обогревают дома. К слову говоря, половина шведских котельных уже перешла с угля и мазута на биогаз. Я побывал на заводах, где этот газ вырабатывают, а знаешь, как его вырабатывают? Свозят на завод пищевые отходы, заталкивают в резервуары типа нефтяных, туда же сливают говно из канализации, интересно, почему именно в резервуары, а не в реки озера, а дальше этот компост бродит сам себе без посторонней помощи, выделяя газ на пользу нации. Короче, мне все это дело понравилось. Экология раз, помойки сокращаем два, вставляем фитиль в задницу нефтяным королькам три, и вообще, хорош тралиться выхлопами, бабы наши будут рожать меньше уродов, короче, хочу такую же фигню строить в Нижнекарске, а коли хочу, значит, буду. Окружение Зубкова не внимало благоговейно своему благодетелю, люди за столом ели и пили, обслуживая сами себя и не дожидаясь общих тостов, видимо, так заведено на этих посиделках. Карташ заметил, что водку употребляли только уксус и поп, да и то по чуть-чуть, пиво выбрал лишь один из стылующихся, а мадам бухгалтерса прихлебывала вино. Маша ни к чему не притронулась. Гриневский же хлопнул рюмашку водки из Зубовки и за хром к лагурчикам, тоже, небось, и из местных парников. Зубков же хлебал одну минералку, не ел, зато говорил, да уж, что-что, а насчет поговорить олигарх был явно не дурак. Я к чему завел про Швецию, москвич, а к тому, что ты не найдешь никого, кто скажет, мол, плохое дело, мол, давайте и дальше плодить помойки, сдохаться выхлопами. Но никто в этой стране и пальцем не пошевельнет, чтобы и вправду что-то изменить, не привыкли работать без кнута. Нужен хозяин, который заставит. За десять лет при Сталине, как ты помнишь, целиком отстроили промышленность, которая фурчит до сих пор, которую даже за последние десять лет не развалили, хотя только тем и занимались. Я же могу все, но упираюсь в те сноги стены, чуть руки раскинул пошире, и стены. А в Шантарске сейчас хозяина нет. Ну, кто там хозяинничает? Губернаторы его чиновниче Шушер лишь для себя суетятся, как бы нахапать побольше, пока не переизбрали. Он помолчал и со злостью выплюнул оливковую косточку прямо на скатерть. Или, может быть, фрол хозяин? Про фрола вы, понятное дело, слышали, не могли и не слышать. Поп осторожно тронул хозяина за рукав, наклонился к его уху и что-то успокаивающе прошептал. И карташ, не уловив ни слова запросто, смог бы воспроизвести текст. Не стоит говорить лишнего ворсять-то. К чему конкретные имена? А Зубков просто-напросто отмахнулся от попа, как от мухи. Что поп воспринял абсолютно спокойно. Он свой долг советчик по безопасности выполнил. Прислушается хозяин, хорошо, не прислушается. С меня спрос снимается, я ведь предпреждал. Не, Зубков помотал головой, городу фрол не хозяин. Он лишь удачливый, разводящий и все. Вовремя вспрыгнул на подножку и удержался. А удержался потому, что научился всем дружить, в том числе и с мусорами. А еще он лихо научился мусорскими граблями убирать текст, хоть чуть-чуть высовывает голову выше установленного им предела. Сидит, как паук, в центре паутины, и, если кто, где чересчур проворно шевелит, сначил, он тут же или стравливает людишек между собой, или мусоров насылает. «Ах, да!» Карташу вдруг припомнили слышанные им, не иначе как в Пармском салуне, подробности взаимоотношений Фрола и Зубкова, про то, что ненавидели они друг друга люто, что там твои кошка-самак, про то, что в свое время две силы метили на верховодство в Шантарске, та, что стояла за Фролом, и та, что стояла за Зубковым. Фрол был из старых, на его стороне играли былые воровские связи, но вдобавок он вовремя сориентировался в меняющейся обстановке и умело вошел в новые времена, не утратив прежних козырей. Зубков же швырял на игральный стол такие козыри, как наглость, нахрапистость и напор. Это сейчас, сейчас он заговорил о понятиях, о законах, по которым следует жить, а вот несколько лет назад он всем законом предпочитал винтарь с хорошей оптикой или шквальный огонь дюжины автоматных стволов. В их схлестке за Шантарск верх взял более опытный тактический мудрый Фрол. Именно он заполучил неофициальную, но оттого не менее почетную должность черного губернатора Шантарска. Зубков же вынужден был отступить, довольствоваться с завоеванным алюминиевым комбинатом, но со своими амбициями он не простился. И не скрывал ни от кого, что готовит на Фрола новую атаку. Потому вовсе не кажется неправдоподобной версия, которую Карташ тоже слышал от кого-то в парме, дескать, это никто иной, как Фрол, чтобы заранее обезопасить себя, отправил Зуба за решетку, заручившись поддержкой неких московских людей и состряпав Зубкову обвинение в покушении на губернатора Камчатки. Может, не зря люди про то говорят. Время Фрола давно прошло, продолжал итистывать Зубков. Засиделся он. Этот старый козел возомнил себя кем-то вроде туркмен-баши, тип я, бессмертный и бессменный. Опа! Алексей мигом сделал стойку. Случайно или нет, он приплел неязово. Ну, вот мы подходим, москвич, вплотную к тому, зачем мы здесь. Тебя же это вроде как сильно занимало. Короче, хоре трепаться за пустое. Переходим к существу. А существо у нас такого. Вот скажи мне, москвич, почему я в живых вас оставил, как думаешь? Карташ пожал плечами, а Зубков хитро прищурился. А у кого вы платье нос сперли? А? Ну, хотя бы догадываешься. Хотя это скорее к тебе вопрос, белобрысый. А? Как там его погоняло? Этот вопрос был уже адресован попу. Кликуха таксист, а по паспорту хватит кликухи, перебил Зубков. Ну, чего, таксист? Как мерякаешь у кого? Откуда мне знать? Начал Гриневский. Ну, да, ну, да, твое дело маленькое, перебил Зубков. Твое дело спереть платины на многие миллионы. Не, все-таки нравится мне троица. По-крупному ребята играют, на ерунду не размениваются, хотя сами-то кто? Да никто. Какой-то старлей из вертухаев? Зоновский мужик и заплутавшая с ними деваха, но замахнулись как, а? Не иначе смотрелись американских фильмов, где симпатичным ребятам удается оставить в дураках все мафии и спецслужбы и удачно смыться с сумками набитыми зеленью. Только хэппи-энд у вас, ребятки, не получилось. Тяжеленькие оказались сумочки. Зубков открыл новую бутылку минералки, отхлебнул прямо из горлышка. Мою ты платину спер, таксист. Мою нашу платину. Зубков обвел рукой и стул. Мой это был прииск. Уже заодно этого заслужили суровые, но справедливые наказания. Но, думаю, висит на вас еще кое-что. Я имею в виду твоих воришек, ребятишек, уксус, которые отправились по следам нашей троицы в Туркмению и изгинули там без вести. Хоть ты и говорил, что отправил лучших ребятишек, но, полагаю, наша троица оказалась им не по зубам. Конечно, теперь Зубков посмотрел на попа, они скажут нам, что ничего не знают ни о каких ребятишках, а равно и о Туркмении. Хотя в умелых руках уксуса они как пить дать расскажут, все безутайки, но вот не хочу я отдавать их уксусу, не хочу. Нравятся они мне, как я уже сказал. И потому я думаю так, захотят, расскажут про Туркмению, не захотят, пусть стемнят. Ну, а касаем твоих людей и уксус, если кто-то не выполнил задание, то не имеет значения, как он погиб и где захоронен, имеет значение только то, что он не выполнил задание. Не, они мне нравятся, эти трое без лодки, не считая платины, поэтому я хочу сделать им подарок, и мой подарок будет таков, я буду с ними играть в открытую, согласны? Неизвестно чьего согласия, спрашивал олигарх, смотрел он при этом на свое изображение на этикетке бутылки с минеральной водой, никто же из присутствующих выражать согласие или несогласие не стал. Значит, что от вас нужно, разбойнички, сказал Зубков, вертя в руках пластиковую бутыль, нам известна вся ваша история, может быть, за исключением красочных мелочей. И от вас всего ты нужен, вы изложили ее сами. Да-да, ничего больше. Соберутся уважаемые люди, и вы им честно, во всех подробностях, без утайки, расскажете про все то, как вышел на рудничок, как схлестнулись суркаганами и двоящика умыкнули. Как я уже сказал, ваши азиатские похождения никого не заинтересуют, пусть чурки разбираются с тамошними вашими проказами. У нас своих делов хватает. Уксус, растолкуй ты. Каков расклад? У тебя доходчивее выйдет, а то я что-то утомился. А расклад простой православный. С готовностью подхватил уксус, да так, что ни малейшей паузы не вышло. Он поочередно обвел Карташа, Машу и Гриневского немигающим взглядом, и взглядец тот пробирал до печенок даже глубже. От такого взгляда невольно хотелось потупиться. Каждому, как в Библии, воздастся по заслугам его. Лживому муки адовы, а правдивому награда щедрая за правду. Награда немалая. Исповедался и катись на все четыре стороны с душой очищенной от скверны. Злат серебра, платина шмлатина это дело наживное, в отличие от головы, которой нас Бог всех наделил лишь по одной. Смотрю, нахватал сто апостола благолепных словечек. Речугу катишь гладко, как колесо, сказал, наливая себе водочки, один из сидящих за столом, тип в очочках, с холеным лицом и с короткой стрижкой ежиком. «Давно ты, доктор, в наши краяне заглядывал?» повернулся к нему уксус. «Забыл, кто какие слова говорит. Апостола же, царство ему небесное, зря поминаешь. После того, как мы с ним последний раз виделись, а было это на Ярославской пересылке, апостол зажил неправильно и плохо кончил, что закономерно. К тому же, кто от кого каких слов набрался, это еще вопрос». И снова уксус прошел со своим жутким неподвижным взглядом по пленникам. «Смертушкой пугать вас не станем, поди приготовились к ней. Да и вообще умирать не страшно. Страшнее задержаться здесь против своей воли или обречь на страдания близких своих. Так вот, коли выберете вы путь лживый, не пожелаете с дела свои ответ держать, то уж не обессудь. Каждому по делам он воздастся, каждому своя мука приготовлена, не только в аду, но и на земле. Московскому гостю пообещать можно, что умирать он будет медленно и страшно, а перед смертью еще и помучиться, а то, что обрек на гибель стареньких родителей, назвать тебе московский адресок, по которому, кстати, ты и сам до сих пор прописан, или не надо? Поверишь, без клятвенной бажбы, что есть у нас свои людишки в стольном граде? Карташ скрижетнул зубами, но сдержался. Не кричать же, гады, ненавижу, если что-то случится с моим, я вас всех порву, не вскакивать же, не вцепляться же в глотку этому уксусу, эмоциями здесь не поможешь, да, а в Липляне конкретно, оказывается, попадание к сволочи викингу и не в Липаловом вовсе было, а, можно сказать, отдыхом на курорте. Девочки, мы можем пообещать турецкий бордель. Конечно, блуд, занятия веселые, но это только, когда ему предаешься по своей охоте, а когда ему предаешься с рассвета до заката, а потом еще с заката до рассвета и без всякой охоты, знай, что обслуживать клиентов предстоит до самой до старости. Вдобавок мы попросим наших турецких друзей подбирать клиентов с особой тщательностью, отдавать предпочтение типам с необычными фантазиями, со всякими пикантными. Может, после посмакуешь подробности? Довольно резко перебила уксуса мадам-бухгалтерша. Уксус, не посмотрев на мадам, покладец кивнул. Можно и после. Девочки, без шокирующих физиологических подробностей, думаю, уже все предельно ясно. Карташ скосил глаза в сторону Маши, как она. Она истерически не зарыдала и носом не заклюпала, даже не побледнела. Крепкая девочка, лишний раз убедился Алексей. Лишь нервно провела ладонями по волосам. И еще сузились у нее глаза. Как уже знал, Карташ означает высшую степень злости. Теперь ты, таксист, нехорошо, нехорошо ты поступил. Но ты же мужик, а не вор. С тебя спрос невелик. Был бы и вор, не было в тебе никакого прощения. А так исполни, что надо, и искупишь вину. А чтоб ты недолго околебался свой баром. Михалыч, будь добр, включи нам книжку. Отставной культурист Михалыч, до этого стоявший возле двери, со скрещенными на груди руками, направился в угол зала, наклонился к тумбочке с видеомагнитофоном, нажал кнопку воспроизведения, и экран большая плазменная панель на стене ожил. Сперва мелькали какие-то штришки и черточки, потом пошла запись. На экране появилась женщина. Она сидела на диване, задним фоном служили коричневые обои с незатейливым рисунком, еще в кадр попала подушка с выштом на ней зайцем, кадр не дрожит. Машинально отметил кортаж, значит, снимались со штатива. Алексей уже понял, кто эта женщина. Тоже мне беном Ньютона. Сперва женщина на экране сидела, опустив голову, видимо, следуя указаниям операторов с режиссерами, запись шла без звука, голову подняла, посмотрела в объектив. Постановщики с явным умыслом выстраивали видеоряд, расстегнуты именно две пуговки на блузки, ни больше и ни меньше, никаких следов насилия ни на теле, ни на лице, но видны потеки туши, следы слез. Этими мелочами режиссеры Феллини, бля, давали недвусмысленный посыл. Пока все хорошо, но твоя жена целиком и полностью в наших руках и в нашей власти, и в любой момент мы можем эту власть применить. А, как известно, в искусстве сильнее всего воздействуют именно мелочи. Гриневский откинул стул, схватил столовый нож, рядом с которым заранее положил руку, прыгнул на стол, вернее, попытался запрыгнуть. Те хлопчики, между которыми был помещен за столом таксист, сработали, следует признать, безупречно. Один подсек Гриня ноги, и тот рухнул грудью на стол, второй хлопчик как-то невообразимо ловко взвился с своего места и в каратистской технике ребром ладони врезал таксиста по шее. Петр сразу обмяк, сполз со стола на пол. Хлопчики подняли Гриневского, вновь посадили на стул, завели за спину руки и защелкнули на запястьях наручники. Мысль Гриневского читал слегка. Взять заложником Зубкова и с ножом у горла начать встречную торговлю. Добраться до олигарха он мог рассчитывать, только запрыгнув на стол и сиганув сверху вниз на Зубкова. К этому маневру он и прибег. Вот только и стража оказались готовы к подобному повороту. Проишедшее развеселило Зубкова и, наконец, пробудило аппетит. Олигарх в волю посмеялся, потом принялся кушать пирожок, запивая все той же минералкой. Зря я тебе, Уксус, доверил общение с гостями. Запугал мне гостей. Одного чуть не довел до особо тяжкого, сказал Зубков, встряхивая пирожковые крошки со своего темно-синего спортивного костюма. Так ведь правду сказал, Уксус изобразил притворное сожаление. Правду по-разному можно сказать, наставительно произнес олигарх. В какой-то умной книжке утверждается, что правду говорить легко и приятно, выдал очкастый тип с ежиком на голове. Вот! Зубков вытянул палец в его сторону. Истину глаголит товарищ доктор. А, гражданин таксиста очухался, очень кстати. Полагаю, ты не будешь больше изображать тут Брюса Виллиса? Потому что чего ты этим добьешься? Ну, пристрелят тебя, как чумную крысу, а чем ты жене ты поможешь? Как-то ее убережет от бед и страданий? Да никак! Зубкову не померещился. Гриневский пришел в себя. Петр обнаружил на руках браслеты и рыпаться по-новому, разумеется, не стал. Неизвестно, какие думы он сейчас вынашивал, слышал или не слышал, что говорят вокруг. Он сидел, положив руки на колени и уткнув взгляд в скатерть. Поп, сказал Зубков, повернув голову направо, мы тут за смешными разговорами ничего не упустили, от тебя же ничего не могло укрыться. Поп поерзал на стуле, кашлянул в кулак. Я тут подумал, что наши гости, может быть, неверно поняли, что от них хотят. Тогда расскажи. Зубков откинулся на спинку стула и завел руки за голову. От них требуется, чтобы они выступили свидетелями на суде и дали правдивые показания. Всего-то, еще раз подчеркну, свидетелями, а не обвиняемыми. А что, суд будет, так сказать, неформальный, так для них это еще лучше. Они падут под программу защиты свидетелей. Мы, в отличие от официальных судов, умеем защищать свидетелей. Вот. Видите, ребята, Зубков обвел взглядом поочередно каждого из них троих, как до этого делал уксус, все очень просто. Все очень по-доброму. А ведь я мог бы засунуть каждого в отдельный семизвездочный погреб, обеспечив удивительными ощущениями и добиться, чего хочу. И когда же состоится этот суд? Спросил Карташ, в общем-то, понимая, что ответов на свои вопросы не получит. Но иногда важна и форма отказа. Вам скажут, когда, ответил поп. А что за люди, перед которыми надо исповедоваться? Люди будут, что надо, люди. Не скрывая раздражения, сказал Зубков, очень большие люди, тебе такие даже не снились. А тебе не все равно, москвич? Ладно, что-то мне наскучило представление. Коша, уведи их. Глава восьмая. Как любят спорт в Нижней Карске? 16 сентября 2000 года 17 46. Карташ проспал даже не 14, а целых 20 часов. Допинг выгреб все резервы организма без остатка. А проснувшись, Алексей еще часа полтора лежал закрытыми глазами и размышлял, иногда даже забываясь неподолжительным сном. В этом зыбком, подвешенном между сном и явью состоянии Карташу всегда хорошо думалось. Мысль порхала в свободном полете, плавала в некоем парафиновом эфире, не отвлекаясь ни на что и ни на кого. Из плена в плен. А чего ты собственно хотел? Прыгнуть выше головы не получилось. Был один единственный шанс проскочить между жерновов спецслужб и мафии, но шанс уплыл. Что происходит теперь вполне закономерно, и может быть даже стоит поблагодарить судьбу за то, что мы все еще живы, за то, что за каким-то лядом еще кому-то понадобились, что еще кто-то согласен брать в плен, а не просто шлепнуть и закрыть вопрос навсегда. Карташ не успел ознакомиться со всеми плюсами и минусами узилища, кое им отвели. Уже в машине, когда их только везли сюда из ресторана приют олигарха, Алексей начал отключаться. Поэтому путь до кровати помнил смутно сквозь какие-то провалы, а едва коснувшись по стиле, тут же отрубился. И только сейчас выплывал потихоньку из глубин провала. Раз Зубков оставил нас в живых, значит, сильно мы ему нужны. Зачем? Если он не врет, а на это необходимо делать поправки, потому к чего ж ему нам не врать, спрашивается, то понадобились мы ему для дачи свидетельских показаний. Ну, допустим, чего ж мы такого исключительного знаем? Тем более отбрасывая туркмению, которая ему неинтересна, правда, пятки, по его словам, тем более ему и без нас известны главные факты. Какое-то судилище, важные люди. Мысль карташа, погруженная в промежуточное между сном и явью состояние, скакала по ключевым словам, как по болотным кочкам. судилища, важные люди, платина моя, Зубкова, фрол, 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 которого, по слухам, Зубков ненавидит смертной ненавистью. Впрочем, ненависть не главное, ненависть может лишь накладываться поверх, катализируя процесс, а вот то, что фрол стоит на пути Зубкова, мешает Зубкову прорваться в Шантарск и развернуться там, это гораздо существеннее. Так, 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 а если предположить, что Пугач брал платину по прямому приказу фрола? Это более чем вероятно. Если предположить, что Пугач был человеком фрола? А чьим еще он мог быть человеком? Скажите на милость, если был назначен править в пармской зоне, расположенной неподалеку от Шантарска, что без согласия фрола просто невозможно. Тогда выходит, мы, я, Гриня, покойные Генны и Маша сорвали планы не кого-нибудь, а самого фрола? Понятно, что все это гадание на тумане, но, по крайней мере, на чистой стене вырисовывается хоть какая-то версия. Попробуем внятно ее выстроить. Итак, Зубков нападает на поезд и возвращает принадлежащую ему платину. Попутно он узнает, кстати, то еще неразрешимости вопрос, а откуда наш алюминиевый олигархушка все узнает? Вряд ли обошлось без протечки в ведомстве Белобрысова. Так вот, узнает про то, что вместе с драгоценными ящичками перевозят и виновников торжества, двух неудачливых охотников за бриллиантами и одну охотницу. Пожертвовать этими пешками или попробовать сыграть ими в какую-нибудь игру, задается Зубков вопросом. И в хитромудрой голове олигарха вспыхивает комбинация, с помощью которой, кажется, можно завалить самого Фрола, о чем наш олигарх давно и страстно мечтает. Так, теперь попробуем просчитать комбинацию и Зубкова. Зуб доказывает неким людям, назовем их вожняками, то, что это именно черный губинатор Шантарска по имени Фрол организовал бунт на зоне и нападение на прииск. Для выдвижения убедительного доказательства мы ему и нужны. И что мы лично можем подтвердить? Ну, я и Маша мы обитаем где-то сбоку, мы лишь сможем дополнить историю живописными подробностями, а вот таксист получается ключевой фигурой. Ведь для Зубкова интересны в первую очередь дела сугубо воровские. Имена, клички, кто кому какую фразу обронил, на кого сослался, кто конкретно входил в группу Пугача, хотя, хотя, думается, и мы, не менее, чем таксист, важны для Зубкова. Как на любом процессе есть главный свидетель, а есть свидетель косвенный, и без вторых показания главного звучат не слишком неубедительно, всегда остается сомнение, а не клевещет ли главный свидетель по каким-то своим неведомым причинам на хорошего человека. К тому же мы, я и Маша сами не можем знать, какого рода подробности заинтересует Зубкова и вожников. Так, но почему в этом случае вожники пойдут против Фрола? Подумаешь, вор у вора дубинку украл. Дело тридовое, или мне только так кажется. Явно не хватает звена или даже звеньев, что, впрочем, не значит, будто версия плохая. Просто мало информации. Может быть, бунт на Пармской зоне принес тому сообществу, что стоит над Фролом, и которому тот подчиняется невосполнимый вред? И Фрол, как организатор и вдохновитель бунта, должен сполна ответить. Может, еще что-то? Не хватает, не хватает информации. Ясное дело, никто нам лишнюю информацию подкидывать не станет. Что получили, тем и будьте довольны. Даже больше нужного получили. Не исключено, что накануне выхода к важникам Зубков дополнительно вразумит, как правильно отвечать, что еще говорить, помимо правды с истиной, какие имена обронить, может быть, при помощи своих верных шестерок проведет заключительную обработку. Сейчас, думается, нас запугали лишь слегка, ровно настолько, что мы и не думали пускаться в бега или шалить с попытками захвата заложников. А вообще, какие нам оставлены возможности, пока не видится ни одной бежать? Предположим, нам это удалось. Хотя вырваться из города, который полностью контролируется людьми Зубкова и его территории, является для нас зоной не очень строгого режима, мягко говоря, непросто. Так, но предположим, предположим, убежали, нас не догнали, мы скрылись. А где скрыться-то? Ну, скажем, все на той же заброшенной точке, которую я предлагал еще раньше, когда мы не знали, куда податься с этой долбанной платиной. И что, сидеть там до конца жизни? Или исхитриться выйти на связь с викингом? А нужны ли мы ему без платина-то? Кому еще, кроме Зубкова, мы нужны без платина-то? К тому же Гриня на побег не пойдет, рисковать жена не станет. Это Карташ может обезопасить своих родителей, вовремя добравшись до телефона и попросив своих московских друзей помочь увезти стариков в безопасное место, пока все не вляжутся. Жена Гриняевского в руках у Зубкова тот и не отпустит до самого конца, если вообще отпустит. Ах, как махнуть рукой на все! Вот просто взять и всецело положиться на Зубкова, понадеяться на то, что он после всех игр и комбинаций не прикажет закопать в лесу ставший ненужным человеческий материал, а прикажет наградить жизнью, отпустить на все четыре и насыпать каждому в дорогу полные карманы алюминия. Вот по таким кругам бродила мысль картоша, когда он проснулся после глубокого и продолжительного сна, ну а по пробуждении его ждали открытия. Открытие первое заключалось в том, что их бравую троицу разделили на три равные части, и каждая из этих частей до пресловутого часа икс, а когда он пробьет прото известно одному А.В. Зубкову будет проживать в отдельном доме. Решение следовало признать разумным. Пленникам не сговориться на побег, не поделиться догадками и не поднять друг к другу боевой дух. Открытие второе было в прямом смысле открытием. Спала опухлость и открылся левый глаз. Губа, правда, еще не отошла и побаливала, доставляя неприятные ощущения во время приема пищи. Открытие третье приятное заключалось в том, что никто не собирался держать Алексея Карташа на цепи ни на длинной, ни на короткой, ему дозволяло свободно бродить по дому и по двору пользоваться всеми удобствами. А удобств хватало, имелся даже мини-спортзал, где стояли тренажеры и висели боксерские груши. Как Карташ узнал несколько позже от попа, таксист чуть ли не все дни напролет проводит в этой комнате и ступлено молотя грушу и изводя себя штангой и тренажерами, совсем как тот, кто, по слухам, до последнего дня тело свое каленое китайской гимнастикой мучил. Сам же Алексей большую часть времени проводил во дворе. Ходил, бродил по дорожкам, качался на садовых скамейках, подтягивая преимущественно малоградусные спиртные напитки. Бар никто на ключ не запирал. Пожалуйста, пользуйтесь, гостюшка дорогой, хоть в усмерть упейтесь. Однако Алексей возможностью напиться вдрызг не пользовался. облегчал бар и исключительно сухие вина, потягивал их, покачиваясь на садовых скамейках и размышлял. Размышлял Алексей все о тех же материях, что и прежде, и раз за разом приходил к тем же выводам, что и раньше. Ясное дело, что без стражевого пригляда никто его не оставлял. Два караула, по три человека в каждом сменяли друг друга на боевом посту, работая по графику сутки через сутки. И надо признать, стражевую работу хлопцы проводили ненавязчиво, но следили неотступно. Рядом с Картышом на садовую скамейку никто не плюхался, не ходил за ним назойливо по пятам, но в любой момент поверти ей головой и обнаружишь силуэт в окне или фигуру в камуфляже на дальней скамеечке. Охрана, как вскоре выяснилось, осуществлялся людьми попа. Будь охрана поручена людям уксуса, с которыми Карташ до этого встречался на пустынных туркменских дорожках, о чем вовек не изгладится воспоминание, дело, думается, было бы поставлено несколько иначе, проводилось бы несколько в другом стиле. Карташ всего лишь однажды попробовал завязывать общение с представителем караульной общественности больше от скуки, чем в надежде выудить полезную информацию. Но услышал в ответ, извини, друг, но нам в разговоры вступать не положено, все просьбы и пожелания через попа и отступился навсегда. Ясное дело, что эти ребятки следят не только за Карташом, но и друг за другом тоже, и рисковать своим сытым положением при алюминиевом князьке ради сомнительного удовольствия поговорить с заключенным не станут. Был в доме и телевизор, но Карташ его не смотрел. События мирового и российского масштаба его на сегодня не волновали нисколько. Касаемо же блока шантарских новостей, в которых чисто теоретически могла бы проскочить некая полезная информашка, раз Карташ заставился в себя сесть смотреть такой блок. Увидел губернатора Шантарского края, разрезающего ленточку на открытии какой-то автотрассы и словословящего при этом президента, единственного, благодаря которому дей построили. Увидел симпатягу мэра Шантарска в кимоно на краевых соревнованиях под зюдо среди мэрий разных городов. В зале над судейскими местами висел огромнейший портрет Путина, украшенный разноцветными ленточками. Увидел усердно пыхтящих на татами толстозадых чиновников, чуть не проблевался от подобного противоестественного зрелища и выключил телевизор. Так прошло два дня. За это время Зубкова он не видел, что, впрочем, было нисколечки неудивительно. Олигарх за один неполный день наигрался в игрушку под названием «Москвичиево компашка». Игрушка быстро исчерпала себя, стала неинтересной, и он перепоручил своим подручным решать дела с этой троицей. Что касается подручных, то Уксу заходил всего один раз, поболтался по дому, заглянув в каждую комнату и ничего не сказавши, отбыл. Зато поп навещал по долгу службы ежедневно. Надо отдать должное бывшему менту, а ныне советнику, по общесиловым вопросам при алюминиевом князьке Зубкове. Он был с карташом приветлив и общителен. На вопросы как там Маша и таксист поп всегда отвечал, мол, все хорошо, все в порядке, отдыхают, набираются сил. Иногда даже выдавал какие-то живописные детали, вроде того, что Гриневский не вылезает из-под зала, а Маша главным образом смотрит видео, грызет орешки и пьет мартини. Поп шутил, балагурил, даже травил какие-то анекдоты. Ну, а, собственно, чего ему было не шутить? У него-то отчего настроение должно быть плохим. А вот третий день заточения принес неожиданность. Часоветок в шестом вечера возле дома просигналила машина, и один из охранников выдвинулся открывать ворота. Карташ уже разобрался, что особнячок, который ему отвели под беззаботное проживание, является так называемым гостевым домиком, то бишь тут останавливаются почетные гости города Нижнекарск и лично господин Зубков. Домик был оборудован системой видеонаблюдения, а одна камера располагалась над воротами, что позволяло видеть, кто пожаловал, другие по периметру двора. Про то, что видеонаблюдения не избежали внутренние покои, приходилось лишь догадываться, но Карташ не сомневался, что так оно и есть. А проверять свои догадки, откручивая плафоны или снимая со стен зеркала, ему было совершенно незачем. Ну, а комната с мониторами, где безотлучно находится один из стражей, разумеется, располагалась в крыле дома, целиком отданном караулу. В том таинственном крыле Карташ не бывал, и вовсе не рвался там побывать. Во двор въехала, новенькая машина Opel Vectra B остановилась сразу за воротами, и из машины выбралась плавчиха. Причем прибыла она в совершеннейшем одиночестве, без телохранителей, без шофера и без своего друга олигарха. прибытие сей нерядовой, как ни посмотри, особый, Карташ наблюдал из окна. Понятное дело, он не припустил стримглав наружу выражать почтение и целовать в засос ручку местной принцессы. Ему-то, какое до всего этого дело, уж точно принцесса не по его душу пожаловала. однако неожиданно оказалось по его. Вскоре в комнату к Карташу вошел один из охранников, распорядился от двери, попрошу пройти за мной. Алексей прошел, чего там по пустякам артачиться. В конце концов, любая неожиданность в его положении может одарить крупицы информации и не стоит разбрасываться этими крупицами. Охранник сопроводил Карташа до опеля, открыл левую переднюю дверцу, показал рукой забирайся. Пожав плечами, Алексей сел в машину. На водительском месте уже восседала пловчиха, а на заднем сидении устроились два караульщика из тех, кто нес охрану домика. Неужели пора? подумал Карташ. Но почему меня вывозит эта дамочка? Почему меня одного? И куда мы направляемся? Как можно более беззаботным голосом поинтересовался Алексей? Тут недалеко. Коротко ответила пловчиха, задним ходом выезжая из ворот, и больше не произнесла ни слова. Карташа отчего-то тоже не тянул заводить и поддерживать светскую беседу. Может, из-за двух обломов, молча сопящих сзади, может, из-за того, что ему от этой барышни ничего, собственно говоря, не надо, а что ей потребовалось от него выяснится, куда ж ему денется, ведь есть же в этой поездке пункт назначения. Пунктом назначения оказался бассейн. Они подъехали не к парадному входу, а к заднему крыльцу. Все трое вошли внутрь здания, никого не встретив по пути, прошли какими-то коридорами, поднялись на второй этаж. Здесь их сплоченная до сего момента группа разделилась. Пловчиха вошла в открытую передней одним из караульщиков дверь с циферкой один, небрежным жестом поманила Карташа за собой, а вот караульщики остались по ту и дверь эту закрыли. О-о-о, изумил Скарташ, а как же быть с неусыпным охранением моей персоны? Вдруг я чего выкину против самой гранд-мадамы, против примы здешнего театра и пусть сейчас в бега? Ну, пускаться разумнее всего было бы вплавь, потому что дверь с цифры один вывела их к 25-метровому бассейну. Все как положено, как в любом другом бассейне, прозрачная вода голубого отлива, водная поверхность разделена вдоль веревками с нанизанными на них оранжевыми пластиковыми кругами, большие часы на стене. Вот только доселе карташу не приходилось бывать в безлюдных бассейнах, где не видно ни души, и не слышно плесков, фырканье визгов разговоров и шлепанье босых ног по кафельным плиткам. И что вырвалось у него? А ничего. Повернулась к нему плавчиха. Купаться будем? Ага. Алексей за всех сил старался сохранить лицо. Что ж, дело хорошее. А что вам не нравится, в толк не возьму? Она расстегнула молнию спортивной куртки, обнажая закрытый купальник. или вам больше нравится в заперти торчать? Гортаж смотрел в ее серые холодные глаза, в которых не обнаруживал ни намека на лукавство. Никаких тебе смешинок там не вспыхивало. Она говорила абсолютно серьезно. И не просто говорила, а продолжала раздеваться. Сбросила куртку, сняла кроссовки, стянула спортивные штаны. Подошла к шкафчику, каких вдоль стен с десяток, распахнула дверцы одного из них, достала оттуда две пары пляжных шлепанцев вьетнамок, бросила одну под ноги карташу. Ежели не желаете плавать голышом, или в том, что у вас под верхней одеждой, в этом шкафчике найдете плавки, новые в упаковке. Объясняя карташу, где что взять, она же успела натянуть на волосы, благо короткие купальную шапочку. Я смотрю, у вас тут все помешаны на двух вещах. Карташ присел на край бассейна, не терапя следовать чужой прихоти с нерассуждающей лакейской готовностью. На спорте и на желании испытать меня каким-нибудь очередным состязательным видом, просто какая-то олимпиада для отдельно взятого москвича. Заплывав наперегонки, я с вами устраивать не намерена, вам у меня все равно не выиграть. Значит, вы все-таки занимались плаванием. Что значит все-таки, сказала она без всякого выражения. И вообще, пока мало мальских эмоциональных перепадов, корташ за ней не заметил, пловчиха производила впечатление крайне холодной и надменной особы. Впрочем, знакомство их было недолгим, и выводы делать было прежде временно. Просто занималась, если вам интересно. Даже входила в молодежную сборную России. Может, сейчас входила бы и во взрослую. Что же помешало? Кто поправила она, направляясь к лесенке в воду? Корташ не стал уточнять, был ли это алюминиевый магнат или кто-то совсем другой, от кого она уж перешла почетным трофеем к алюминиевому магнату, а, собственно, какая разница? А если я вместо того, чтобы плескаться, аких карась, возьму вас в заложницы? спросил Карташ. Хоть он и придал голосу игривости, однако обдумывал этот вариант всерьез, и у него получились мысли вслух. Вариант, понятное дело, манил своей доступностью, только прежде требовалось просчитать все последствия. Пожалуйста, она пожала развитыми плечами и положила ладони на поручни лесенки. А что вы станете требовать и от кого, простите? От кого? Понятно, от вашего друга, от господина олигарха. Придется вас сразу огорчить, сказала она, спустившись в воду по лесенке, уже по грудь. Моего друга здесь нет, хотя с ним немедленно свяжутся, и он сможет руководить операцией по моему спасению по телефону, ему не впервой руководить по телефону, и что дальше от вас последует обычный набор? Вертолет, мешок долларов, милиции не сообщать? Ну, добавим к этому набору освобождение моих товарищей. Где же знаменитая московская голая циничная расчетливость? Она оттолкнулась от бортика. Ну, тогда торопитесь, пока я далеко не уплыла. Я могу и подождать немного. Когда-то вы приплывете назад. Алексей закатал рукав и опустил руку в воду. Вода спортивная температура вас не пугает? Она плавными движениями рук удерживала себя на спине. Спортивная это сколько? 18 градусов. Чего там пугаться? Моя любимая температура. Карташ ощущал в голове полнейший сумбур. Слишком внезапно свалилось еще и это. Он пребывал во вполне понятной растерянности. Нынешняя ситуация сравнима с такой. Ходишь, мечтаешь, как в один день вдруг разбогатеешь, и вдруг совершенно неожиданно видишь открытые двери банка, на полу лежит туго набитый купюром мешок и никого вокруг. И застываешь в параличе, понимаешь, такой шанс, наверное, больше в жизни не представится, что надо действовать. Но вместо действия лихорадочно раздумываешь, где подвох, где спряталась засада, как такая великолепная ситуация вообще могла сложиться. «Хотя, может быть, насчет великого шанса он преувеличивает?» «Нет никакого шанса, одна лишь видимость, и барышня спортивного служения все заранее просчитала холодным, расчетливым умом». «Хорошо, быть взятой в заложницы вы не боитесь, а как насчет того, что я могу убежать? Что скажет ваш друг, когда вернется, неизвестно откуда?» «Почему уж неизвестно, очень даже известно откуда. Вы что-нибудь слышали про оленей склон?» «Нет», ответил Карташ, чувствуя, что неуклонно поддается чужому течению. Она подплыла, ухватила за бортик. «Есть такое место на Чукотке, называется оленей склон». Его еще в советские времена геологи обнаружили. Некая природная аномалия, или наоборот, нормалия, от которой мы отвыкали изгаде в природу где только можно. Представьте себе холм, южный склон которого каждый год покрывается грибами, густо, так что живого места от грибов нет. Каждый год одна и та же картина. Опять же, каждый год точно по этому холму проходит тропа миграции оленей. Разумеется, они вытаптывают склон, что твои слоны, а весь кайф заключается в том, чтобы собрать грибы, когда олени на подходе в зоне прямой видимости, посадив и вертолет на оленей тропе. Не все находят в этом мероприятии кайф, но он не просто находит, для него ежегодный вылет на оленей склон крайне важен, что-то вроде жизненного талисмана. Если сообщат, что олени пошли, он срывается откуда угодно и мчится на Чикотку. Однажды даже с Кипра сорвался, разве что и из мест заключения сорваться не мог. Вы меня дразните, сманиваете на побег, вы надеетесь, что сможете далеко убежать? ответила пловчиха вопросом на вопрос и, оттолкнувшись от борта, медленно поплыла по дорожке бассейна. Допустим, побег, который я исполняю в лучшем виде, без помарок, размышлял картаж, допустим, я иду сейчас к двери и успешно вырубаю двух караульщиков, забираю себе их беретты, вижу ручки-ножки этой девочки и далее. Ну, далее разживусь мобильником пловчихи, видел в опере мобильник, звоню в Москву по поводу родителей, освободить Машу и таксиста нереально, значит, придется уходить одному. Даже если шокер поднимется не сразу, фора в час-два мне ничего не даст, даже если я угоню тачку, перехватит на трассе за милую душу, значит, только пешедралом по тайге и никак иначе. Однако главный вопрос в другом. Зачем мне это нужно одному? Ведь еще не менее значимые дополнительные вопросы, например, такой, а не элементарно или это провокация? Меня испытывают на стойкость к побегам, когда сели и испытывали боксом, а на самом-то деле все под контролем, все просматривается, простреливается. И был еще один вопрос, который картаж не мог не задать водоплавающей панночке и задал, когда пловчиха вновь оказалась напротив него. «Ну, хорошо, я не смогу далеко убежать, но вы-то поплатитесь за свою легкомысность». «Кто вам сказал, что это я поплачусь?» Она удерживала себя в вертикальном положении, неспешно работая ногами. «А насчет того, чтобы взять меня в заложницы, я вам так скажу. Пробуйте, только вы, я заложник неценный. Меня без колебаний продырявят вместе с вами, ляжем рядышком». Увы, по выражению одного нашего общего знакомого, я вещь заменимая. Из незаменимых женщин для него на этом свете существует лишь одна Лариса. «Это не та ли суровая дама в очках, что сидела за общим столом?» «Ага. А сейчас с вашим участием или без вашего участия я все же поплаваю нормально». Если до этого она медленно плавала на спине в стиле черноморских курортников, то, перевернувшись на живот, пошла кролем, и тут было на что посмотреть. Всегда приятно посмотреть на настоящего профессионала в работе, будь то десантник или пловец, будь то мужчина или женщина. Если у Карташ больше не раздумывал, чем ему заняться. В конце концов, когда еще доведется поплавать в бассейне, он переоделся в плавки, обнаруженные в шкафчике, прыгнул с бортика. Понятно, состязаться с подругой Зубковой он не стал ни в скорости, ни в точности техники, где уж там тягаться. Карташ плавал в свое удовольствие незамысловатым, спокойным брасом. Подруга Зубкова получала свое удовольствие от спортивного кроля. Так и плавали они как бы вместе по соседним дорожкам, но все-таки порознь. Из воды вышли, правда, одновременно. Если вы еще не передумали меня похищать или спасаться бегством, я попробую вам помочь, сказала она, надевая пляжные шлепанцы. Идите-ка за мной. В комнате, куда Алексей зашел следом за плавчихой, имелось окно целиком закрашенное, как в поликлиниках и в общественных уборных белой краской. Оно выходит на улицу и легко открывается. Если вы не слишком торопитесь прыгать со второго этажа, то будь так любезны, достаньте из холодильника сок, мне апельсиновый себе, что пожелаете. Окно и холодильник не единственное, чем располагала комната, хоть и была она невелика. Еще здесь стояли два топчина, кресло с феном-колпаком, какие встречаются в парикмахерских, вертикальный солярий, шкаф, не иначе набитый вещами первой плавательной необходимости, веселом стени аптечка. плавчиха легла на топчан, вытянула, скрестив длинные ноги. Конта для массажа и прочих релаксаций, поинтересовал скарташ, вручая здешней принцессе заказанный пакет апельсинового сока с прилагающейся к нему соломинкой. Чего еще желаете, пока я не выпрыгнул в окно? Ему ответили не словами. Признаться, чего ты подобного, Алексей ждал, перебирая варианты, но никак не ожидал, что все произойдет так быстро и так откровенно. Да уж, все происходило, откровение некуда. Плавчиха гибко приподняла стопчана, запустила пальцы под резинку его плавок, провела длинными пальчиками там, проделывала на свои манипуляции, склонив голову к плечу и глядя на него с откровенной подначкой. Ну, спросила с вызовом, вам, суды, изложить мое желание в словесных оборотах или, может быть, еще прикажете в письменном виде? Какие уж там обороты, какие уж там письмена. Просквозил в душе холодок осознание того, что его собираются откровенно использовать в роли этого жигала, мол, ну-ка, покажи Москве, чему тебя там в столицах обучили. однако, в подобной ситуации, когда красивая молодая самка предлагает себя, мужчина с негодованием оттолкнет проказничающие ручки только в том случае, если он законченный импотент или, как говорится, проходит по другой части. Поскольку картаж не в первых, не уж, тем более, во вторых категориях не числился, то... Впрочем, его принадлежность к самой пока, слава богу, распространенной категории выдала предательское естество. Извечные инстинкты брали дело в свои руки. С чувством приятной обреченности Алексей опустился рядом топчан, она закинула руки ему на шею, прильнула. Карташух оставалось лишь не оплошать при исполнении. И, думается, карташ не оплошал. Происходившее на массажном топчане более всего походило на показательные выступления в виде спорта под названием синхронное совокупление. Умело, профессионально, отточено, обязательная программа, произвольная программа, трюковой каскад, задняя поддержка, двойной сексуальный тулуп, вращение с подкруткой, завершающий поклон. Когда позади остался первый раунд, Алексей подумал, что не случайно на ум приходят спортивные термины, принцесса здешних алюминиевых краев, занималась с ним любовью, так же, как ежедневно плавала для здоровья, как занималась на тренажерах и совершала регулярные променады, отдавала с тренированным телом без чувств и эмоций лишь для телесного здоровья, используя его не более, чем хорошего спарринг-партнера. однако Карташ никак не мог бы сказать, что ему происходящее категорически неприятно. Отнюдь нет. Кто говорит, что спорт высших достижений — это обязательно плохо? — Но ведь сторожа доложат обо всем твоему покровителю. Тебя это не тревожит? — спросил ее в паузе Алексей, поднимая с пола так невскрытый пакет с соком. — Слушай, а кто тебе сказал, что они доложат? Не забивай голову моими сложностями, нашими сложностями. Тебе все равно не понять, что у нас тут и как у нас тут, и знать тебе это не обязательно. — Как сказать, подумал Карташ. Но уже понял, что на все его расспросы, чего бы они не касались, а уж тем более, если будут касаться действительно важных для него вещей, он не добьется никакого вразумительного ответа. Он также знал, что эта вылазка в бассейн закончится для него возвращением в гостевой дом предварительного заключения, ну, разве что не столь быстро последует это возвращение. И материальным воплощением последней мысли стал раунд второй, начавшийся после непродолжительного перерыва, взятого участниками соревнований. Таким происшествием отметился третий день заточения, но и четвертый вышел отнюдь незаурядным, вернее, вечер выдался незаурядным, день как раз прошел по скучному сценарию первых двух дней заточения. Глава девятая Пикник в багровых тонах 18 сентября 2000 года 2015 Восемь вечера во дворе уже включали фонари. Все-таки подступало, царапалось в дверь осень и темнело с каждым днем все раньше. Шашлычный дух плавал по двору, у мангала орудовал поп. Несмотря на прохладный вечер, он скинул куртку и остался в одной зеленой армейского броса в футболке, видимо, согревался от углей. Невысокий, плотный, во всех движениях расчетливый, сейчас он особенно походил на заядлого охотника, готовящего только что настрельную дичь. Алексей едва проснулся. В лучших латиноамериканских традициях он устроил себе сиесту, то есть послеобедный отдых. Правда, в отличие от донов Педро и сержантов Лопесов, завалился днем в кроватку не с дневной жары, а по более прозаической причине поздно лег спать где-то лишь часа в четыре утра. Уснуть ему не давала неспортивная красотка пловчиха, с ней вышло в точности, как Карташ и предполагал. Матч по сексболу закончился, и они распрощались о собственной мысль. Кажется, в голове Алексея начал вызревать план, сложный, чертовски сложный план, требующий скрупулезнейшего продумывания, требующий тщательно все взвесить. Вот полночи Карташ обдумывал и взвешивал, а досыпал днем. Это тебе повелели или сам придумал? Алексей спустился во двор и подошел к попу. Что от среднее? Сказал поп, помахивая над углями картонкой. Зуб звякнул по телефону. Поинтересовался, не заскучали ли там мои гости дорогие в одиночках-то. Не жаловались, говорю. Что не жаловались, то похвально, Но организуй им типа в награду за примерное поведение чего-нибудь по своему выбору. Поп так и сказал, взвякнул по телефону. Насколько Карташ изучил этого человека, случайно проговориться он не мог. Значит, сказал так специально, тем самым показав, что знает про то, что я знаю про отсутствие Зубкова, про линии склон и прочую фигню. А так же поп дает мне понять, что знает о моих амурах с русалками. Конечно, не приходилось всерьез надеять, что от него укроются амуры, однако ж в очередной раз невольно напрашивается вопрос. Почему, госпожа пловчиха, нисколько о том не беспокоится? Плюс о том, что ее благоверного информируют то ж. Уф, как тут все сложно закручено. в империи это, гражданина Зубкова. Сие, значит, если я тебя правильно понял, если обратить внимание, сколько шашлыков ты заготовил, ожидается коллективный ужин. Я увижусь, наконец, после долгой разлуки со своими товарищами, по счастью, по неземному счастью от пребывания в городе Нижний Карск. Значит, значит, я ж говорю, за примерное поведение вам, пожалован вечер встречи, а выбор программы доверен мне. И ты выбрал шашлыки. Карташ сунул в угли щепку, зажег, прикурил от нее. Хотя, не поверишь, шашлык как блюдо уважаю не очень, зато люблю его готовить. И запах, особенно запах люблю. Шашлычный запах, хотя я тебе скажу восьмое чего-то света. Когда других привезут? Скоро, уже выехали за ними. Поп бросил картонку на землю, вытащил из заднего кармана брюк плоскую фляжку. Не желаешь? Давай. Карташ принял фляжку, понюхал, отхлебнул, одобритно покивал. Хороший коньячок, импортный, небось, ага, португальский. Поп тоже отхлебнул, помотал головой. Хорош, такого коньяка у нас пока не вырастешь. Правильно говорит, зуб. чё у нас не растет, надо завозить, не думая. Тут я вот целиком и полностью поддерживаю. А есть вопросы, где не целиком и полностью. Зачем подкалываешь, москвич? Тебе с нами тут жить ещё какое-то время. Чего ради портить отношения, не пойму. Согласен. Искренне признал неправоту Карташ. Нервы и прочее. А может всё от того, что о многом хотел бы у тебя спросить, да уверен, что напорю сновежливый, а то и не очень вежливый уход от ответа. Попробуй, может не напоришься. Поп вновь протянул фляжку Карташу. Попробовать можно. А чё ж не попробовать? Вот скажи мне для затравки, дорогой товарищ Поп, все эти швецы и хренецы, биогаз, переработка отходов, очистка стоков, не означают ли, что твой хозяин готовит съесть не к восьмому, то уж точно к двенадцатому году. Набирает пакет, с которым выйдет к народу на президентских выборах, передовые технологии, забота о детях и всё такое и прочее. А если при этом ещё и продемонстрировать крупный город, тот же Шантарск, к примеру, широким шагом обновляющий облик и технологии, то глядишь и выберут. А? «Было бы неплохо», засмеялся поп. «И я может на что сгожусь, уж силовой министр из меня получился бы не хуже нынешних, но о чём ещё спросишь? «Как вы узнали о нашем вагоне? Думаешь, я в курсе? Ты не у меня про то спрашивай, ты и у зуба спроси. Как полагаешь, что он тебе ответит?» «Вот то-то, москвич, на хлебник ещё коньячку. С вопросами у нас не очень получается. Знаешь, лучше я тебе историю одну расскажу». «Вроде по ситуации положено истории троить. Выпили, задымили, костерчик считай, имеется, да таки рукой подать, делали за охотничьими побосёнками. История тоже в каком-то смысле охотничья». Карташ пожал плечами, мол, чего бы не послушать, сел на деревянный ящик. Поп снова принялся обмахивать мангал своей картонкой и поворачивать шампуры, и эти занятия он совмещал с рассказом. «Ты уже в курсе, начал поп, что я служил в ментовке, бегал по земле оперативником, и происходило это, ну, названий произносить не будем, ни к чему оно, скажем, просто в городишке обыкновенных российских размеров, тысяча на двадцать народ населения. И вокруг тамошнего народу населения, как сплошь и рядом бывает с подобными городишками, гнездилось несколько воинских частей. раз есть части, значит, из них случается бегут. И вот сбежали очередные дезертиры из какого-то там пехотного полка. Сбежали нехорошо, положив трех своих товарищей, прихватив дорогу калаш и два полных магазина. И мне, например, как-то сразу стало ясно, что хлебнем мы с этими парнями кислых щей. Вообще-то бегуны обыкновенно ведут себя до крайности глупо. Либо забуриваются в тайгу, где либо с концами пропадают, либо выходят сдаваться ободранные и голодные, либо нападают на хутора, чем обнаруживают себя, и дальше ими уже занимают с военные, окружают и обезвреживают. Другие, кто не бежит тайгой, обычно подаются на трассу и устраивают там шумный с пальбой захват автотранспорта, на котором, как правило, успевают проехать не больше сотни километров, после чего их догоняют и обезвреживают, если раньше они сами не влипают в аварию, а как правило, именно что влипают. Эти же бегуны вели себя по-умному, что было необычно. спрятались спрятались где-то в городе, отсиделись, раздобыли гражданскую одежку, незаметно проникли на вокзал, правда, при посадке в поезд их все-таки срисовали, при этом в руках у одного из них был замечен длинный сверток, который мог быть только автоматом. Вокзальные менты захват проводить побоялись, и, в общем, правильно, побоялись, полезли бы, таких дров наломать могли, что ой-ой-ой, короче, перекинули проблему на нас. Мы тут же распорядились по телефону, чтобы поезд придержали минут на пять, но никак не дольше, никак нельзя было спугнуть дезертиров. Поезд, еще мы попрыгали в УАЗик и помчались, но не на вокзал, а на ближайшую городу станцию. Там дождались поезда и подсели в него. Дошли до вагона, в котором ехали дезертиры, заваливаем в проводницкое купе, вводим бабежек в курс дела, потом успокаиваем, пресекаем истерики, расспрашиваем что и как. Одна из проводниц говорит, что заходила в купе к этой парочке, больше в том купе никого нет. Говорит, ей сразу бросилось в глаза, что пар незаметно на взводе, а вот ни автомат, ни сверток ей на глаза не попался. Но у нас не было сомнений, что калаш у парней под рукой, что он не на предохранителе, а не начнут палить из него при первом шохере, а патронов у них так начинаем обмозговывать захват. В пустую ради одной разведки в купе соваться незачем. Чего там разведывать, все и так ясно. Ясно, что единственная сложность это автомат. Удастся перехватить автомат, не допустить стрельбы, считай, взяли. А как это сделать, когда парни держат палец на куртке, нервишки в них напружинены, и на любое отодвигание двери можно сыграть очко и дерн с палец на спуске. А уж тем более, ежели вдруг в купе просунется подозрительная рожа. Кому идти, спички не тянули. Но как бы выходило без вопросов. Едва только повнимательнее друг на друга взглянули. Я получал сам подходящим, без конкуренции, бляха. Небритый, синевой под глазами, то есть на мента похожий меньше остальных, что в данном случае было важнее всего остального прочего. Для пущей непохожести меня вдобавок соответственно обрядили. Нашли мне какой-то ватник, потертую кепку из дермантина. Ну и ботинки я поменял с приличных на откровенно народные, нечищенные, свьевшимися в ботиночную кожу каплями белой краски. Водка, ясное дело, у проводницы мелос, пришлось конфисковать бутылочку. Побрызгал я из нее на ватник для запаха, хлебнул граммов сто для куражу, сонул бутылку в ватный карман, в другой карман пихнул стакан и пошел. А че это ты мятый и небритый на службу приходил? Так в засаде я всю ночь просидел. Как сейчас помню тогда джедаев ловили, вот их и поджидал, но только на этот раз поторчал ночь впустую. Кого? Кого ловили? Джедаев. Так назвали шайку домушников, гастролеров из Архангельск. Они обнесли в соседнем городе две зажиточные хаты, сдернули оттуда в тот же день и по верным сведениям залегли на дно они где-нибудь амином у нас. По наводкам барабанов устроили засады по нескольким адресам. С адреса я и пришел в отдел доложиться и попал как раз на выезд. Потом-то словили джедаев. Ловят только бабочек и трепер, а Мазуриков задерживают. Ты погоди своими джедаями. Речь сейчас про дезертиров. Так вот, порешили мы тогда, что самым правильным, то есть самым безопасным будет разыграть незамысловатую сценировку. Русский мужик в поисках соботельников. Незамысловато, но предельно жизненно. Солдатиков я оповестил о своем прибытии заранее, ежели вломиться к ним без предупреждения, дескать. Ага, не ждали, то пристрелят железно. Поэтому я сперва вломился в соседние купе, пошумел там малый с пассажирами, уж потом взялся за дверь солдатского купе. Отодвинул, типа вгляделся пьяными глазами и зарал радостно. Во, вы мне и нужны, а то одна интеллигенция едет и дряхлые старухи. Ну и не дожидаясь приглашения с согласием, в полном соответствии с образом валиваюсь и плюху из налавку. Сразу вытаскиваю бутылку и стакан. Только сев на лавку, я осторожно глянул им в глаза и внутри аж все похолодело. Глаза у них огромные и дурные, как юбилейные рубли. Понимаю, что шмалять начнут по первому нервному дерганию и воздух в купе наэлектризован до густоты. Прям как жале колышется. Короче, одно неверное мое движение кердык. Ну, где автомат, я понятное дело сразу от порога срисовал. Лежит на коленях у того, что слева, завернут в тряпицу. Прятали они его, надо сказать, крайне неаккуратно. Сквозь дырки в мешковине металл поблескивает. К тому же одна рука у солдата засунут под тряпку. Любой догадает, что тут нечист. Ну, а я что? Я делаю вид, что нихрена не замечаю. Наливаю себе и им. Понимаю, что расспрашивать их ни в коем разе нельзя, ни о чем нельзя. Потому сам балаболю безумолку. Травлю байки, сыплю анекдотами, хлопнули они по стакану, ну, четко расслабились. Главный солдат руку с автомата убрал. Все, теперь не было никаких причин откладывать захват. Что делать, яснее ясного. Рвануть автомат на себя, просто не мудря отпрыгнуть в сторону, вопя во всю глотку, а таз или чего на ум там придет. Наши должны уж быть на стреме в коридоре. Услышат, поймут, сходу влетят и вмиг скрутят бегунов. Сижу, чувствую, надо начинать. И вот эту грань между эпохами я четко осознаю, как живую, блин, как государственную границу, со вспаханной полосой, со столбиками, где с одной стороны воюющие державы. Перешел, возврата нет, и только от меня зависит, когда переходить или нет. От меня зависит, сколько будут они еще дышать свободой, которую потом они нескоро увидят, если увидят вообще. Ну, парни расслабились, в их глазах несколько потух, чумовой огонь, уж не знаю, чего они сдернули из части, чего и с кем не поделили с виду, обыкновенные молодые парни, чьей молодости отмерен срок ром до той секунды, когда я начну работать. Ну, я, понятное дело, долг затягивать процесс не стал, права такого не имел. Болтая очередной анекдот, потянулся к бутылке на столике, резко изменил траекторию, сдернул с колен тряпиц с автоматом, отпрыгнул на дальний от них и ближний к двери и край полки, закричал, что там дурноматом. Ну, наши парни вломились в купе с первым моим воплем, повязали дезертиров в две секунды, не встретив никакого сопротивления, те вообще рыпнуться не успели, непрофессиональные ж террористы, прошедшие спецподготовку. Ну, а меня потом представили премией размером в полоклада. Поздравляю, сказал Карташ. Ну, что, москвич, хорошую байку я тебе рассказал. Понимаешь, про что она? А про то, что все мы на самом деле постоянно пребываем в таком пограничке, какой я в том купе почувствовал шкурой. Пьем, жуем, что-то там планируем, а кто-то в этот момент решает твою судьбу. Иногда ты видишь, от кого именно зависит твоя судьба, иногда не видишь, однако все равно кто-то в этот момент решает твою судьбу. Да ты философ, как я погляжу, усмехнул Скарташ. Из дома вышел один из охранников, прошествовал к воротам. Видимо, ему позвонили и сказали, что подъезжают, потому что он сразу пошел открывать ворота. И где-то через полминуты ворота въехал джип. Вот, как говорится, и встретились, вот вы соединились спустя три с половиной дня. Бурной радости от встречи никто не выразил. В общем-то, не та у них ситуация, что могло что-нибудь обрадовать. Ну, разве что, вдруг каким-то немыслим, совершенно фантастическим образом их отбросило бы во времени, перенесло бы вновь в Туркмению в тот день, когда предвращенное покушение на неязово было уже позади, а платина была еще на складах неприметной товарно-грузовой станции Буглык, ни о каком катсубе они тогда еще и слыхом не слыхивали. И все еще можно было переиграть, если знаешь, что ждет впереди. Тогда еще запросто можно было бы убраться от греха подальше в любую из сопредельных стран, пользуясь расположением самого всесильного Туркменбаши. Обиднее всего не тогда, когда не можешь никак словить птицу и счастье, а когда уже поймано и вдруг ускользает из рук. Греневский за эти дня сунулся, под глазами легли темные круги, речь обозначились скулы, Маша выглядела так же, как и прежде, разве вот что во взгляде появилась отрешенность. Ну, внешность карташа претерпела изменения, правда, в его случае к лучшему. Помнится, когда их расставали, выглядел он совершенно неважнецки, побитый, опухший. Сейчас, если зеркало не врет, он смотрится получше, почти нормальным человеком смотрится. По поводу чего праздник, спросила Маша, оглядываясь во дворе. Чтоб к кнуту добавить пряник в рифму Гриневский достал пачку Беломора. Даже штрафбатникам во время войны давали роздых и усиленный паек, усмехнул Скортаж. Эй, земляне, шуфыки готовы. Поп сдвинул шампуры с жаркой страны мангала на ту, где углей поменьше. Банкуйте, посуда на кухне, напитки в баре. Вам, наверное, хочется побыть наедине, поговорить, есть что обсудить. С чего это такая доброта? Петр резким выдохом продул Беломорину. Зря ершишься, таксист. Поп накинул куртку. Плохо с вами здесь пока что не обходились, несмотря на то, что вы перед нами крепко виноваты. Но насчет вины я поспорил, только что толку. Вот именно, толку никакого, поэтому не будем. Если что-то имеешь против вечера отдыха, так скажи, тебя тут же вернут обратно. На это Гриневский пробурчал что-то неразборчивое. Веселитесь! И поп направился к тому крылу дому, что было отведено под караульные нужды. Веселитесь! Веселье в себе картаж не ощущал. А вот что он ощущал в себе? Так это непонятную тревогу. Больным зубом ныло так называемое чутье. С чего бы? Сейчас в зоне видимости находился один из трех охранников. Сидел неподалеку на скамейке. Скромненько и незаметно. Однако не приходилось сомневаться, что он надежно держит свой участок. Еще один караульный должен находиться в комнате с мониторами. Ну, а где третий? Бог его знает. Третий вышел из машины и скрылся в направлении всего того же крыла дома, отведенного под караул. нет, в отношении охранников ничего необычного вроде бы не наблюдается, однако тревога не унималась. А за последнее время, особенно за последнее время, картаж привык всецело полагаться на чутье. Продолжение следует...